Добрый вечер, уважаемые слушатели! Начинаем очередную лекцию нашего курса посвященного машинному обучению, искусственным нейронным сетям и генетическим алгоритмам. Сегодняшняя лекция будет посвящена двум темам. Мы сначала с вами поговорим о том, как осуществляется кластер-анализ, рассмотрим несколько алгоритмов кластеризации, поговорим о критериях оценки качества кластеризации. И вторая половина лекции будет посвящена достаточно мощному методу анализа данных, методу математического моделирования, который называется метод группового учета аргументов. Сегодняшняя лекция, десятая лекция нашего курса, и прочту ее я, Сергей Анатольевич Доленко, заведующий лабораторией адаптивных методов обработки данных НИИФ МГУ. Начнем с рассмотрения алгоритма кластеризации, который, наверное, является самым известным, называется он К-средних, или в англоязычной литературе, соответственно, он называется К-минс. Мы с вами помним, что основная задача алгоритма кластеризации – это разделение наших примеров, имеющихся на кластеры, на группы, и это алгоритмы, обучаемые без учителя. То есть мы не знаем, что такое правильное и неправильное разделение, все, что у нас есть, у нас есть набор примеров, и каждый пример характеризуется только своими входными признаками, никаких выходных признаков у нас исходно нет, и никаких желаемых ответов тоже. Мы пытаемся разбить наш массив данных на вот эти самые кластеры, и алгоритм кластеризации К-средних выглядит следующим образом. Мы задаем полное число кластеров, которые хотим получить, пусть оно будет равно К. Выберем начальное положение центров кластеров, это может быть сделано по-разному. Можно случайным образом выбрать центры кластеров, можно выбрать случайным образом в пределах диапазона имеющихся данных, то есть по каждой координате посчитать минимальные и максимальные значения этой координаты и случайным образом бросить точку в промежутке между вот этими самыми координатами. Можно выбрать случайным образом какие-то из примеров, которые принадлежат нашему массиву, объявить их начальными центрами кластеров. Можно, наконец, воспользоваться анализом главных компонентов и поместить начальные центры на главных компонентах. В общем, здесь могут быть использованы разные алгоритмы для инициализации, в конечном итоге они будут сказываться на скорости сходимости алгоритма, ну и на его стабильности, разумеется. Итак, мы выбрали начальные положения центров кластеров. Дальше сделаем следующее. Определим принадлежность примеров кластерам по расстоянию до центра ближайшего кластера. То есть мы для каждого примера посчитаем его расстояние до каждого из вот этих k-кластеров, которыми с вами исходно центры этих кластеров заданы. Ну вот, собственно, прозвучало уже слово расстояние. Это означает, что у нас для работы этого алгоритма необходимо задать метрику расстояния, каким образом мы ее будем вычислять в нашем пространстве. А это значит, что здесь применимы все те соображения, о которых мы с вами уже говорили раньше, в отношении алгоритмов, основанных на метрике пространства. Мы с вами про это упоминали при рассмотрении самоорганизующихся карт Коханина, которые опираются на вычисление расстояния. Мы говорили об этом при рассмотрении нейронных сетей с общей регрессией вероятностных нейронных сетей, которые также были основаны на понятии расстояния. Мы с вами помним, что, ну, в общем-то, задание метрики расстояния, это понятно, что такое, если у нас все признаки являются однородными. Но здесь есть определенные вопросы, что делать, если признаки являются разнородными, имеем разный физический смысл. Но, тем не менее, значит, вот мы как-то научились эту проблему решать. В основном она решается путем нормирования всех входных признаков в один и тот же диапазон. Ну и вот в соответствии с этой выбранной метрикой расстояния мы определяем принадлежность каждого из примеров к одному из вот этих вот К-кластеров, которые мы с вами начали рассматривать. Инкремитируем счетчик от итераций и дальше проделаем следующее. Для каждого из кластеров найдем его новый центр. А новый центр это будет среднее всех точек, которые этому кластеру принадлежит. То есть мы забыли о том, где у нас центр этого кластера находился на предыдущей итерации. Мы посчитали среднеузвешенное, ну или просто фактически среднее по координатное для всех точек, которые были определены как принадлежащие этому кластеру и поместили в эту точку новый центр этого кластера. То есть вообще говоря, у нас центр при этом изменил свое местоположение и тоже касается всех остальных центров. Ну на данном этапе это понятно, потому что мы центры кидали то, что называется, как попало, ну и как они и точки распределились по кластерам, так и распределились. Но дальше, после того, как мы определили новые центры наших кластеров, мы понимаем, что вообще говоря, у нас принадлежность точек к разным кластерам могла измениться. Центр мог сместиться, и это означает, что какая-то точка из точек, для которой самым близким был кластер А, для нее теперь стал самым близким центроид кластера Б. И поэтому нам нужно определять принадлежность примеров к кластерам заново. И после того, как мы это сделали, мы смотрим, изменилась ли принадлежность примеров к кластерам по сравнению с предыдущей итерацией. Если она изменилась, то мы идем снова на шаг 3, то есть опять инкрементируем счетчик, находим новый центр каждого кластера, снова определяем принадлежность примеров и так далее. То есть у нас центры кластеров будут постепенно сползать, причем как, в общем, нам, наверное, это бы и хотелось, они будут сползать, стараясь попасть в места, соответствующие сгущению распределения наших с вами примеров. То есть действительно наш алгоритм будет определять кластеры, то есть области сгущения точек, опираясь на ту метрику расстояния, которую мы с вами задали. Наконец, после того, как принадлежность примеров к кластерам изменяться перестала, мы можем зафиксировать центроиды наших кластеров и сказать, что вот у нас алгоритм кластеризации закончен. Работа его закончена, но, в общем, получилась достаточно понятная вот такая вот конструкция. Сходится она, как правило, достаточно быстро, то есть количество итераций, которые необходимы для того, чтобы этот алгоритм сошелся, но, как правило, редко превышает 1-2 десятка, скажем так. Хотя, конечно, это все будет зависеть от распределения ваших точек и сходимость алгоритма для равномерного распределения точек будет совсем не такой, как в ситуации, когда у вас точки действительно раскиданы по каким-то группам и тогда действительно понадобится определенный поиск. Ну вот теперь дальше, собственно, вопрос следующий, который у нас всегда возникает в контексте алгоритмов кластеризации, а какое количество кластеров у нас должно быть, сколько их там на самом деле. Ну, тем более, вот нам, наверное, с вами не понравилось то, что в алгоритме к-средних вот это самое к, оно задается с самого начала, в начале алгоритма. Ну и тогда возникает вопрос, а как с помощью этого алгоритма вообще понять, что у нас происходит, потому что мы с вами, ну, даже из лекции по сетям Коханина помним, что вообще говоря, с кластеризацией все сильно зависит от того, с какого расстояния я смотрю на это облако точек, я, наверное, буду там выделять разное количество кластеров. Ну и, в общем, на самом-то деле этот эффект никак не завязан, собственно, на алгоритм кластеризации, а исключительно на распределение точек. Поэтому вот это вот К, интересно было бы попытаться его как-то определить адаптивным способом, а не задавать его волонтаристке перед началом алгоритма. Извольте, вот вам так называемый дивизивный иерархический поиск числа кластеров, но вот здесь надо сразу сказать про терминологию, а именно про слово иерархический. То есть здесь, наверное, надо признать, что название у этого класса алгоритмов не очень удачное, потому что под словом иерархический понимается всего-то навсего то, что у нас есть вот некая надстройка над алгоритм, который занимается поиском числа кластеров. Хотя, в общем, нам хотелось бы, наверное, с вами под иерархический понимать систему, который, скажем, всё множество точек разделит на несколько крупных кластеров, потом крупные кластеры разделит на более мелкие кластеры, рассматривая их по одному, потом каждый из мелких будет рассматривать отдельно, его поделит на ещё более мелкие, но вот это хотелось бы называть иерархической системой. Такие системы действительно используются, мы про них будем говорить где-то в одной из наших последних лекций, где мы вообще будем говорить про всякие вот такие композитные системы, которые комбинируют в себе разные алгоритмы. Ну а сейчас просто примем к сведению, что вот это называется иерархический поиск. Значит, мы изначально задаём число кластеров минимальным, то есть равным двум, запускаем алгоритм Каминс, он у нас отработает и поделит множество имеющихся у нас точек на два кластера. Дальше мы из этих двух кластеров найдём тот, у которого максимальное внутрикластерное расстояние, тут, естественно, возникает вопрос, а что такое внутрикластерное расстояние, можно его, в общем, вычислять по-разному. Можно посчитать дисперсию точек в данном кластере, можно посчитать попарные расстояния между всеми точками, принадлежащими данному кластеру, и посчитать среднее по этим попарным расстояниям. Можно посчитать максимальное из всех попарных расстояний, считать его внутрикластерным расстоянием. Ну, собственно, в зависимости от этого у вас немножко поменяются результаты работы вот этого алгоритма, но и на аналогичных вещах, как мы увидим, основаны критерии оценки качества кластеризации, но они тоже у вас как-то будут меняться. Ну, в общем, для работы алгоритмов кластеризации не худо было бы для себя определить, что такое внутри- и межкластерное расстояние. Ну вот, если мы это определили, то мы можем найти кластер с максимальным внутри-кластерным расстоянием. Дальше мы его разобьем на два подкластера. Здесь предлагается сделать это следующим образом. Найти две наиболее удаленные друг от друга точки. Видите, мы находим индексы k1 и k2 такие, что расстояние между примерами с этими индексами больше или равны расстояниям между любой другой парой примеров, принадлежащих тому же самому кластеру. То есть взяли две самые удаленные точки, принадлежащие этому кластеру, и объявили их новыми центроидами. То есть мы тем самым вроде как гарантированы в том, что у нас будут достаточно, к разным кластерам будут принадлежать достаточно удаленные друг от друга точки. Ну и вот у нас, соответственно, x от k1 стал новым центром старого кластера, а x от k2 стал центром нового кластера. В самом начале это третий кластер, да? k равно k плюс 1, то есть k равно становится равен 3. Центр остальных кластеров, то есть вот того второго, который мы не трогали, он остается прежним. Если k меньше некоторого максимального числа n, то мы идем на шаг 2, то есть мы теперь запускаем алгоритм k-минс с тремя кластерами, проделываем все то же самое, то есть находим кластер с максимальным внутри кластерным расстоянием, разбиваем его на два, опираясь на самые удаленные друг от друга точки, а два оставшихся кластера оставляем как есть, ну и так далее. В общем, мы таким образом с вами, многократно запуская алгоритм k-минс с разным количеством кластеров и пользуясь вот такой вот специальной процедурой определения новых центроидов, мы получаем некую последовательность, то есть разбиение нашего всего массива данных на 2, 3, 4 и так далее, вплоть до n большого кластеров. Дальше возникнет вопрос по поводу поиска оптимального числа кластеров. Вот здесь написано шаг 7, поиск оптимального числа кластеров по порогу. Относительно какой величины этот порог может определяться, это отдельный интересный вопрос, мы его пока отложим. Но задумаемся наоборот о том, что если есть подход, связанный с тем, что мы делим с вами крупные кластеры и переходим постепенно от двух кластеров крупных к n кластерам мелким, то никто нам не мешает двинуться и в обратную сторону, а именно начать с максимально возможного числа кластеров и сливать те из них, которые оказываются ближе всех друг к другу. Ну вот, извольте вам в комплект к дивизивному иерархическому поиску кластеров агломеративный иерархический поиск числа кластеров. Изначально мы задаем число кластеров, равное максимально, мы запускаем алгоритм Каминс, определяем n кластеров, дальше находим два кластера с минимальным межкластерным расстоянием. Опять-таки, подобно тому, как я могу внутри кластерное расстояние определять несколькими разными методами, точно так же я и межкластерное расстояние могу определять по-разному. Вот это вот дельта от х' минус х2' расстояние между двумя точками, одна из которых принадлежит одному кластеру, другая другому, ну а точки я могу выбирать по-разному, могу самые близкие друг к другу, могу центроиды, могу самые дальние друг от друга, но после того, как я задал что такое межкластерное расстояние, дальше уже всё понятно. Я нашёл два кластера с минимальным межкластерным расстоянием и объединяю их. Общее количество кластеров у меня при этом уменьшится на единицу, центры остальных кластеров у меня останутся прежними, ну и дальше я циркулирую в этом цикле, пока у меня количество кластеров остаётся больше двух, на самом деле, то есть последняя операция, конечно, объединение двух последних кластеров, она не очень нужная, поэтому, наверное, здесь надо говорить, что если к больше двух, то идти на шаг два, если к этому моменту... А, нет, ну вот здесь у нас алгоритм комминс, нет, пожалуй, всё правильно, то есть вот здесь мы последний раз два кластера вот здесь определим. То есть мы, зайдя с другой стороны, получили ту же самую цепочку разбиений, но там у нас было от двух даин менялось число кластеров, а здесь от N до двух. В общем, надо понимать, что вы при этом совершенно не гарантированы, что у вас вот эти цепочки разбиений, они окажутся идентичными. Ничего подобного, более того, скорее всего, это будет не так, то есть у вас всё-таки некоторые небольшие отличия между разбиениями с каким-то количеством К-кластеров, полученным одной и другой процедурой, различия какие-то всё-таки будут. Но, разумеется, это всё, опять же, зависит от топологии, от распределения вашего массива точек. Хорошо, мы поговорили сейчас про алгоритм комминс, который основан на расстоянии, мы знаем ещё по меньшей мере алгоритм Коханина, который тоже основан на расстоянии. Но вот какая штука, когда человек определяет какие-то группы точек, он далеко не всегда рассуждает подобным способом, то есть, да, исходная идеология понятна. Хорошая кластеризация, это когда кластеры у нас компактные и удалённые друг от друга, то есть внутри кластерного расстояния маленькие, а межкластерные большие. А теперь мы себе представляем ситуацию, когда у нас точки, допустим, ну хоть вот две спирали, то есть задачи, которые мы с вами рассматриваем. Вот это вот две вложенные спирали, совершенно понятно, что между точками одной спирали, расположенной, скажем, близко к центру и где-то совсем на периферии, у меня расстояние будет гораздо больше, чем между двумя точками, принадлежащими двумя разным спиралям. Однако же, если человеку показать этот рисунок и сказать, раздели вот это множество точек на два кластера, он, скорее всего, скажет, ну давайте вот у нас одна спираль, это будет один кластер, а другая спираль, это будет кластер другой. На чём основывается человек, когда он так рассуждает? Ну, наверное, он основывается ещё на одном принципе, что любые две точки, которые близко расположены друг от друга, они, наверное, должны принадлежать одному и тому же кластеру, и это свойство должно быть транзитивным. То есть если точка B близко расположена к точке A, а точка C близко расположена к точке B, то они все три должны принадлежать одному и тому же кластеру. Мы приходим к тому, что нам нужно, вообще говоря, опираться на компактность вот этого самого множества и на, ну, фактически опереться на плотность наших точек. При этом мы должны понимать, что у нас могут получаться и фокусы типа наших двух спиралей. То есть мы перестаём быть завязанными исключительно на расстояние, а начинаем быть завязанными и ещё и на плотность точек в окрестности данной рассматриваемой точки. Ну и вот вам характерный представитель этого множества алгоритмов, он называется DB-скан. Это сокращение по первым буквам вот той фразы, которая у вас приведена в заголовке данного слайда, density-based special clustering of applications with noise, то есть основанная на плотности пространственная кластеризация приложений с шумом. Ну, пожалуй, здесь раньше то слово applications, оно лишнее и было введено туда для благослучия, потому что невозможно иметь сокращение, состоящее из одних согласностей. Ну, в общем и целом, из этого названия я бы сказал, что однозначно видна идеология сама, которая в основе этого метода лежит, да и в общем в каком-то смысле и сам алгоритм вычисления кластеров этим методом. Смотрите, как мы с вами поступим. Ну, прежде всего, определения некоторые. Назовём область E от X, Эпсилон-окрестностью объекта X, если в неё, это будет такая область, в которой любая точка Y, принадлежащая к этой области, будет расположена к исходной нашей точке X, ближе, чем на Эпсилон. Ну, в общем, интуитивно понятная штука. Эпсилон-окрестность объекта X, это все точки, которые удалены от него не больше, чем на этот самый Эпсилон. Дальше. Корнивым объектом или ядерным объектом степени M назовём такой объект, Эпсилон-окрестность которого содержит не менее M других объектов. То есть, вот уже мы с вами понимаем, что объекты бывают разные, что, ну, вот, например, на левой вот этой картинке вот эта вот жёлтая точка, у неё в её Эпсилон-окрестности никого не содержится, кроме неё самой. А вот эти зелёные точки, они у меня расположены более компактно, и, например, если я вот эту зелёную точку буду рассматривать в качестве корневого объекта, я обнаруживаю, что в Эпсилон-окрестности этого объекта у меня ещё, по крайней мере, раз, два, три точки расположены. И про эту точку я могу сказать, что она у меня ядерный объект степени 4, потому что расположены в ней раз, два, три, четыре точки, и про эту могу то же самое сказать. А вот жёлтая точка, да, она у меня ядерный объект степени 1, ну, то есть, в общем, можно считать, что он не является таким корневым объектом. Теперь дальше. Хорошо, мы таким способом можем отличать точки, которые расположены в области, где много других точек, и точки изолированные. То есть, вот хорошо, наверное, я вот... Вот про эту точку, скорее всего, мне полезно было бы сказать, что это выброс какой-нибудь, и вообще её в кластеризацию не включать. А вот эти точки, наверное, они все в один кластер должны попасть, да? А вот интересно, вот такая цепочка, что с ней должно происходить? Ну, опять же, исходя из той лодики, про которую мы поговорили, если вот эта вторая снизу точка близка к первой, то это, наверное, один и тот же кластер, а вот эта третья, она близко ко второй находится, значит, это, наверное, тоже один и тот же кластер, а четвёртая близко к третьей, и мы скажем, что, ну, тогда, наверное, всю вот эту цепочку нужно объединить в один и тот же кластер. На более строгом математическом языке мы можем сказать следующее. Давайте мы назовём объект P непосредственно плотно достижимым из объекта Q, если этот объект P принадлежит окрестности, эпсилон окрестности объекта Q, и Q корневой объект. То есть вот, значит, у нас объект Q, он вот здесь вот, ну, хорошо, пусть, вот здесь находился, вот я, вот давайте на этой картинке посмотрим, значит, вот у меня вот этот объект, я провёл свою эпсилон окрестность, увидел, что у меня туда три точки попали, значит, у меня вот эта эпсилон окрестность, E от Q, значит, Q у меня корневой объект, потому что у него попало три точки, ну, и тогда объект P, вот эта вот следующая точка, она непосредственно плотно достижима из этого объекта Q, потому что оба условия выполнены. Ну, хорошо, значит, вот этот непосредственно плотно достижим от этого. Но мы-то с вами сказали, что, наверное, всю цепочку вот эту нужно поместить в один и тот же кластер, а раз так, тогда давайте введём последнее определение, объект P плотно достижим, не непосредственно, а просто плотно достижим из объекта Q. Если существует, смотрите, такая последовательность точек P1, P2 и так далее, Pn, что первая точка – это объект Q исходный, последняя точка – это интересующий нас объект P, вот этот, а каждая вот в этом самой последовательности точек, каждая следующая точка непосредственно плотно достижима из предыдущей. Вот я и пополз по этой цепочке, отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда, ну, и вот в конце концов дополз до вот этой вот точки P, ну, а дальше уже я никуда не поползу, потому что, к сожалению, кроме тех точек, которые я уже учёл, у меня непосредственно плотно достижимых точек из этой вот точки P у меня не осталось. Ну и дальше вот более-менее уже понятно становится, что я, наверное, должен разделить, во-первых, все мои объекты на ядерные и неядерные, задав при этом некоторую степень M, от которой будет зависеть, разумеется, в конечном итоге количество выделяемых кластеров, потому что если я ставлю M равные единицы, то у меня даже единичная точка будет образовывать кластер, а если я поставлю M очень большим, то у меня всякие такие мелкие группы, они у меня будут вываливаться в отказ. То есть вот здесь, например, вот на этой картинке, у меня вот здесь вот это объект степени 1, а вот эти два объекта, например, вот эта пара или вот эта пара, это объекта степени 2, потому что в окрестности каждого из этих объектов находится он сам и его сосед, и больше никого. Ну понятно, что вот я здесь ничего, раз окрестности больше не провел, то я, наверное, потребовал, чтобы у меня M было по крайней мере тройкой. Ну и вот тогда получилось так, что у меня вот эти единичные точки, пары точек вывалились в неопределенные, неопределенные, ну а те, которые оказались более крупными группами, эти, значит, попали в соответствующий кластер. И вот мы уже примерно понимаем, как оно у нас начинает получаться. То есть вот у нас эти одиночки вывалятся в неопределенные, а группы у нас будут образовывать кластер. Но это может получаться немножко по-разному, но результат, он вот, наверное, нас где-то расстроит, а где-то и порадует. Например, вот для такого распределения точек мы видим, что действительно плотные группы, вот этот прямоугольник, вот этот прямоугольник, вот этот вот по видеому гусоида, наверное, или что-то типа того по плотности распределения. И вот эти вот два кольца, они образовали кластеры. Ясно, что эти кластеры основаны не только на расстояниях, но и на плотности точек, потому что, например, расстояние вот от этой точки зеленого кластера до вот этой точки намного больше, чем расстояние от этой точки до любого другого соседнего кластера. То есть здесь этим двум точкам оказаться в одном кластере позволило то, что вот этот объект, он плотно достижим из вот этого исходного объекта. Поэтому вот мы по вот этим рядом расположенным точкам везде тут и приползли, куда нам надо. Ну вот, собственно, получается, как видите, совершенно другие результаты, не похожие на те, которые у нас были. И это свой класс алгоритмов, DBSCAN здесь не единственный, здесь есть еще несколько алгоритмов той же группы, которая отличается своими параметрами. Но для нас с вами будет важно, что это алгоритмы, которые выделяют вот такие компактные множества, которые могут иногда иметь очень хитрую форму, но вот даже, например, быть дырявыми, как вот здесь вот кольца, ничего не мешает этому кольцу стать кластером. Вот теперь поговорим про следующий алгоритм, который тоже, в общем, он слегка отличается по своим свойствам от рассмотренных уже групп алгоритмов. Он будет основан на следующих соображениях. Значит, вот у нас здесь нарисованы с вами два работы двух алгоритмов, которые пытаются сработать на одном и том же множестве точек. Точки у нас здесь, ну вот, мы рассматриваем то, что вот в этих квадратах масштабных нарисовано, да, точки, это вот эта вот мелкая рябь, которые тут, мелкие черные точки, которые тут разбросаны, это тот массив данных, который мы с вами пытаемся кластеризовать. То, что нарисовано слева, это самоорганизующаяся карта Коханина, мы с вами видим, что оно вполне тут ожидаемо произошло, там, где у меня сгущение моих данных, туда сползлось большое количество нейронов карты, а в промежутках между такими областями сгущения у меня попалось какое-то количество нейронов, которые оказались не у дел, да, ну, потому что у нас, да, тянули его то в одну сторону, то в другую, кончилось дело тем, что размеры крестности стало слишком маленьким, и мы его тянуть перестали вообще куда-то. Но мы с вами помним, как работает самоорганизующаяся карта Коханина. И мы помним с вами также, что у нас количество нейронов в карте, оно задается априори, то есть перед тем, как мы запускаем нашу с вами карту, мы задаемся ее топологией определенной, то есть взаимосвязью между нейронами и количеством их, и, соответственно, вот эти вот два нейрона, которые расположены далеко друг от друга достаточно, тем не менее они знают, что по сети они расположены рядом, а вот эти два нейрона, они во входном признаковом пространстве расположены ближе, чем вот эти два, но тем не менее по сети они находятся на расстоянии двух шагов, а вот эти на расстоянии одного шага. В принципе, хорошо и полезные свойства карт Коханина мы с вами уже хорошо знаем. Но с другой стороны, нам-то хотелось бы, может быть, чтобы мы опирались только на топологию примеров, на их распределение в исходном признаковом пространстве, и может быть на какие-то соображения по поводу того, великие или малые могут быть кластеры, которые мы выделяем. И вот эти вот всякие лишние связи, которые в сети есть, можно было бы попробовать как-нибудь без них и обойтись. И по количеству. Вот не нравится нам то, что у нас остаются какие-то нейроны, которые никак не задействованы. Давайте мы попробуем сделать растущую сетку. Раз, растущую. Второй момент, давайте мы попробуем сделать это не обязательно односвязной сетью. И тогда правильнее будет это назвать не сеткой, а уже, но вот название, наверное, вполне адекватное, растущий нейронный газ. То есть газ, потому что у нас взаимодействие между вот этими самыми нейронными, которые есть, оно проявляется только на небольших расстояниях. Вот тут вот они между собой как-то взаимодействуют, а вот эти нейроны с этими, они никак уже не взаимодействуют. То есть это действительно отчасти похоже на то, как ведут себя малековый газ. Поэтому растущий нейронный газ, ну а растущий он, потому что мы начинаем с малого количества нейронов, и потом постепенно начинаем добавлять во всю эту конструкцию дополнительные нейроны до тех пор, пока у нас не выполнится определенный критерий остановки. Ну и вот если мы посмотрим на результаты кластеризации, с одной стороны мы скажем, что они у нас достаточно похожи, которые получились для карты Коханина и для растущего нейронного газа, а с другой стороны нет. Здесь в общем есть и некоторые отличия, в частности вот тут вот у нас, ну вот здесь Коханин повыделил какие-то примеры, которые живы-то остались благодаря тому, что им где-то досталось там по одному, вот этим нейронам досталось, центроидам по одному примеру, к примеру, и в этом смысле, наверное, вот эта картинка, она может быть покажется даже более адекватной. Как устроен алгоритм растущего нейронного газа? Ну, прежде всего, значит, здесь тоже есть грани между парами нейронов, то есть вот как здесь у нас нейроны между собой были соединены вот такими связями, так и тут будут такие же связи, но здесь они не являются взвешенными, а нужны лишь для оценки топологической структуры, то есть нам не важно, насколько далеко нейрон А расположен от нейрона Б по сети, нас вообще интересуют только соседи, и нужны нам эти связи для оценки топологической структуры, то есть понять, какие нейроны являются соседями по сети, и всё, дальше нас ничего уже не интересует. Ну и дальше мы говорим, что нейроны у нас будут двигаться, и поэтому, наверное, нам надо механизмы задействовать, во-первых, механизм для периодического удаления граней, то есть если у меня получилось так, что нейроны расползлись далеко друг от друга, то может быть мне эту связь, которая между ними есть, и обрезать. Какие уже они соседи, если они так далеко? А с другой стороны, мне хотелось бы иметь возможность между сильно удалёнными нейронами, если между ними есть ощутимое какое-то количество данных, добавлять ещё один дополнительный нейрон, чтобы он оттянул на себя часть этих самых примеров. Ну давайте посмотрим. Стартует сеть с двумя нейронами, назовём их нейронами А и Б, они будут иметь векторы весов, выбранные из признакового пространства размерности D. Но тут мы опять немножко вспомним про сети Коханина, мы помним, как у нас эти нейроны здесь в этом пространстве образовались, каждый из нейронов у нас имеет ровно такое количество весов, какова размерность этого пространства, и это означает, что мы его можем представить в виде точки в том же самом входном признаковом пространстве, в котором существует данная. Поэтому вот эти мы задали с вами два нейрона, они имеют векторы весов WA и WB, которые как раз в аккурат и задают координаты этих двух нейронов в нашем признаковом пространстве размерности D. Теперь на вход в сети приходит новый пример X, естественно это вектор той же самой размерности D, и мы начинаем пока рассуждать методом, немножко похожим на сеть Коханина, именно мы определим среди тех нейронов, которые в сети уже есть, нейрон-победитель, то есть тот, который расположен ближе всех к новому пришедшему примеру, и второй ближайший нейрон. Вот в сети Коханина мы определяли только нейроны победителя, и остальные нейроны подтягивались, основываясь на соседстве с этим нейроном, а здесь мы определяем двух победителей, первого и второго. S1, аргумент минимума вот этого самого расстояния по метрике L2, то есть это просто в двумерном метклидовом пространстве это всё происходит. Нашли нейрон самый ближний, нашли нейрон второй по расстоянию, то есть мы здесь, как видите, S принадлежит A за вычетом S1, то есть мы победителей выкинули, а этот S2 оказался победителем среди всех оставшихся. Теперь у нас в игру вступает понятие, которое называется возраст, ребра. Как раз оно нужно для того, чтобы у нас долго существующие связи между нейронами, они бы в конце концов сами бы пропадали. То есть здесь требуется, опять же, некоторое равновесие. У нас будет происходить подкрепление тех связей, которые соответствуют, ну вот, как бы в текущем положении, нынешним понятиям о том, близко или далеко расположены эти примеры, а далеко удалённые они подкрепляться не будут, в конце концов из-за вот этого увеличения возраста старые связи мы будем просто разрывать. Добавим расстояние между нашим вновь пришедшим примером и нейроном-победителем к некоторой переменной ошибке E с индексом S1, то есть у нас с нашим вот этим нейроном S1 будет связана теперь переменная, в которой будет копиться ошибка этого нейрона. Уже мы с вами начинаем понимать, что, ну, скорее всего, поскольку ошибки, значит, затрагивает только нейрон-победитель, то фактически в этой переменной будут собираться некоторое понимание о расстоянии между данным конкретным нейроном и теми примерами, которые, ну, которые его, которые попали в его кластер. Ну, действительно, значит, мы дальше что сделаем? Мы сдвинем нейрон S1 в направлении его соседей по тем формулам, которые здесь есть. И здесь, опять-таки, есть понятие вот этой самой эпсилон-окрестности. Этот эпсилон у нас тоже будет постепенно убывать, так же, как это у нас происходило в сетях Коханина. И вот здесь вот для двух нейронов-победителей мы им сейчас устроим конкуренцию. Если эти два нейрона соединены гранью, мы выставим этой грани возраст равный нулю. То есть обновим связь между этими нейронами, они оба у нас оказались победителями, поэтому они, наверное, оба близко расположены к новому примеру, и нужно им увеличить шансы на попадание в один кластер. Более того, если получилось так, что у нас эти нейроны S1 и S2 до сих пор не были соединены гранью, то мы их соединим гранью. Грань будет новой, у неё тоже возраст будет равен нулю. И теперь после того, как мы всё это проделали, мы пройдём по всему, вот здесь по циклу мы поциркулируем, выбирая всякий раз новый пример X, то есть мы между вторым и седьмым пунктом вот так вот будем проходить. Когда мы пройдём полностью по всему нашему массиву данных, удалим грани с возрастом, превышающим некоторый порог заданный максимальный. Если, внимание, если после этого появились нейроны вообще без связи, то мы их удалим. То есть это означает, что этот нейрон куда-то упал далеко-далеко, и уже близко от него, скорее всего, примеров нету, а если есть, то их мало, и мы можем вполне, значит, его оставить, без него оставить всё нашу, весь конгломерат. Теперь, если у нас большое число примеров, то, наверное, нам надо, в общем-то, увеличивать количество нейронов. Ну и, собственно, мы говорили о том, что, значит, может здесь, исходно, когда начинали, что у нас количество нейронов может увеличиваться, уменьшаться. Значит, оно уменьшается, если у нас грани, соединяющие этот нейрон со всеми его собратьями стали слишком старыми или исчезли. А вот новые нейроны будут нарождаться, если у нас количество примеров, попадающего в один кластер, оно становится слишком большим, при этом это завязано тоже на время обучения. То есть новый нейрон не может появляться в каждую эпоху, он будет появляться раз в количество эпох, кратное некоторому показателю лямбда, который мы с самого начала с вами задаем. Таким образом, мы добавили новый нейрон. Сейчас мы про это немножко, про процедуру добавления поговорим. И после этого мы уменьшим эпсилон, умножив их на некоторый коэффициент бета, меньше единицы. То есть мы с вами начинаем, вот эти эпсилонокрестности, начинаем сжимать потихонечку. Вот все вот эти вот эпсилоны у нас будут уменьшаться. Если критерий остановки не выполнен, мы возвращаемся к шагу 1, начинаем, значит, точнее сказать, к шагу 2, начинаем дальше проделывать все то же самое. С новым эпсилом мы это делаем. Как результат, у нас получается разбиение на кластеры, но только у нас не будет, вот как здесь, не будут выживать нейроны, которым никто не принадлежит из наших примеров. Это все дело у нас с вами повымрет, с одной стороны. А с другой стороны, нам не надо задавать исходную топологию нашего нейронного газа, и даже максимальное количество нейронов нам задавать не обязательно, ну, либо совсем какую-то там верхнюю грань. То есть у нас народится и выживет такое количество нейронов, как нужно для того, чтобы адекватно написать, описать наши с вами данные. Завязано все это дело на понятия эпсилонокрестности, как вы прекрасно понимаете, и от этого будет зависеть, в том числе и количество появляющихся нейронов, и все понятия о том, что такое далеко, и что такое близко. Ну, вот отдельно по поводу добавления нейрона, обещанное, да, добавляемый нейрон соответствует вот этой вот синей точке на рисунке, мы его начинаем вставлять. А куда мы его начинаем вставлять? Смотрите, мы тут вспомним, что мы для каждого нейрона вычисляли так называемую вот эту вот ошибку эпсилон, которая задавала у нас, так, куда это мне понесло, так, ошибку эпсилон, которая задавала у нас вот это Е, не путать Е, ошибка эпсилонного состояния характерная. Мы собирали в этой переменной ошибке Е фактически суммарные расстояния, характерные от данного нейрона до его соседей, до тех, для кого он явился победителем. Вот мы теперь выбрали нейрон с максимальной такой ошибкой и говорим, ну чего-то у нас как-то нейронов стало мало, мы учимся давно, давайте добавим нейрон. Мы добавляем нейрон посредине между вот этим нейроном с максимальной ошибкой и его соседом, который имеет наибольшую ошибку среди всех соседей нейрона Ку. Зададим вес нового нейрона равный по усумме весов нейронов с индексами Ку и с индексом Ку и с индексом Ф. Грань, которая соединяла нейроны Ку и Ф, мы с вами удалим, а добавим, значит, пусть теперь переход транзитом осуществляется через нейрон Р. То есть у нас теперь будет грань от Ку до Р и от Р до Ф. А прямой грани между Ку и Ф не будет. Ну и дальше, поскольку мы поделились, давайте уменьшим ошибки для обоих нейронов и с индексом Ку и с индексом Ф, обнажив их на некоторые фиксированные значения альфа меньше единицы. Ну а нейроны Р присвоим значение ошибки нейрона Ку, чтобы ему было не обидно. Ну вот, собственно, всё. Процедура закончена, количество нейронов увеличилось на единицу, обновились понятия для граней и появился новый нейрон в совершенно определенном месте пространства. Ну вот стало ясно, почему же у нас нейронный газ называется растущим. Ну на самом деле рассказывать про алгоритмы разной кластеризации можно достаточно много. Мне захотелось привести здесь вот эту, на мой взгляд, очень наглядную картинку. Картинка взята из описания одного из модулей библиотеки SkyKit Learn, посвященную как раз алгоритм кластеризации. Вот здесь в разных столбцах вы можете видеть, как разные, вот здесь у меня приведены, сколько тут, 10 разных алгоритмов, как они решают задачу кластеризации для вот шести разных задач. И здесь мы отчетливо видим, во-первых, разницу между алгоритмами, основанными исключительно на расстоянии и алгоритмами, основанными на плотности точек. Ну вот здесь у нас вот эти вот два вложенных полукруга, они разваливаются, потому что здесь центр одного кластера, здесь центр другого, ну и, собственно, вот эти точки, они равно удалены. А все, что основано на плотности, у нас будет выделять вот эти вот сплошные, односвязанные области, будет выделять в раздельные кластеры. У нас здесь есть группы, которые дробят наши точки на большое количество кластеров, вот как здесь, да, и есть те, которые выделяют меньшее количество кластеров. У нас есть группы, которые выделяют выбросы, вот наш с вами уже хорошо знакомый ДБСК, вот он, здесь он выбросов не выделил, потому что у нас действительно все группы точек очень компактно расположены, а вот здесь он выделил большое количество выбросов, он определил, вот здесь вот плотный кластер, он объединил вот эти две группы, маленькую и большую, общий кластер, и какое-то количество вот этого, перца здесь насыпано, это отдельные точки, которые не стали, значит, вот этими самыми, как тут это у нас с вами называлось, ядерными объектами степеньем, ну и поэтому они остались в одиночестве, и, по-хорошему говоря, они в результаты кластеризации входить не должны. Ну и, кстати, мы с вами видим, что, ну вот разные методы, даже и в плане выделения вот этих точек выбросов являются более консервативными, как ДБСК, или менее консервативными, более такими решительными, как алгоритм Оптикс, который, как видите, гораздо большее количество точек выкидывал в точки изолирования. Ну, словом, здесь есть с чем повозиться, и где-то у вас, вы видите, вот такой вот сплошной прямоугольник, он сливается в один кластер, как у того же самого ДБСК или Оптикс, где-то он начинает делиться на 2, 2, 3 или даже 4 группы. Ну, словом, значит, хорошо видно, насколько разные по своим свойствам алгоритмы используются, ну и вот сама библиотека, кстати, сама по себе очень удобная для решения задач кластеризации, рекомендую. Хорошо, ну, давайте мы остановимся, не будем рассматривать другие алгоритмы, поговорим о некоторых общих проблемах алгоритмах кластеризации, и проблемы здесь, в общем, да, действительно есть. Ну, первое, начальный выбор кластеров, центров кластеров, может существенно влиять на окончательный результат, и это, в общем, относится без привлечения ко всем известным нам с вами алгоритмам, это так и для сетей Коханина, и для алгоритма Каминс, и для алгоритма ДБСК. Когда я начинаю вот по этой самой цепочке в ДБСК двигаться, мне более-менее все равно, в какую сторону двигаться, но тем не менее, если у меня центр окажется расположен где-то слишком далеко, у меня результат может быть другим. Хотя в целом, конечно, алгоритмы, основанные на вот этой самой плотности, они менее чувствительны к начальному выбору центров кластеров, Каминс на него завязан очень сильно. Ну, ничего не остается, как либо повторять кластер-анализ несколько раз для различной инициализации, и потом каким-то образом усреднять результаты, либо проделывать инициализации с использованием каких-то других алгоритмов, например, сетью Коханина проинициализировать кластеры, а потом алгоритм Каминс дотянуть распределение примеров по кластерам. Будет ли изменение сильным или нет? Ну, наверное, после Коханина Каминс не очень сильно изменит, потому что и тот алгоритм и другой основаны как раз на понятии расстояния. А вот если вы поверх Коханина до Бескан запустите, это вопрос, равно как и наоборот. Про количество кластеров, да, мы с вами поговорили и сказали, что оно зачастую задается из-за приорных соображений, а альтернативой является либо перебор по числу кластеров, либо процедуры адаптивного поиска оптимального числа, либо дивизивные, связанные с разделением самых больших кластеров, либо агломеративные, связанные с объединением самых близких кластеров. Здесь мы на это с вами уже тоже посмотрели. Ну и, собственно, откуда, в частности, выросла идея заложенного алгоритма до Бескан на самом деле шум может очень существенно влиять на результаты, особенно это касается алгоритмов, основанных на расстоянии, но наши алгоритмы, основанные на плотности, оказываются в состоянии, ну, по крайней мере, еще раз, вот этот вот насыпанный перец обнаруживать и выделять выбросы автоматически. То есть здесь зачастую нужны либо вот такие алгоритмы, которые оказываются толерантными к подобным вещам, либо специальные процедуры отсева выброса. Ну и вот еще у нас с вами прозвучала такая фраза поиск оптимального числа кластеров по порогу. По порогу чего? То есть пороговые значения каких переменных мы с вами должны рассматривать. Ну и здесь ну все, что в голову нам придет по отношению к измерению свойств наших кластеров, в принципе, все то и сгодится. Мы можем порог искать для межкластерных расстояний, мы можем искать порог для внутрикластерных расстояний, для средних дисперсий кластеров, да в общем для любых оценок качества кластеризации в конечном итоге. Ну да, у нас в общем и внутри, и межкластерные расстояния, и средние дисперсии можно как такие простейшие оценки качества кластеризации использовать, но можно чуть более сложные, сейчас на следующем слайде на них еще посмотрим. При этом при изменении порога у нас будет образовываться разное количество кластеров, ну и здесь надо обратить внимание на то, что, наверное, можно все-таки говорить о наличии некоторого оптимального порога, а отличаться он будет тем, что ниже оптимального порога у нас происходит частое укрупнение кластеров, что выглядит естественным. То есть у нас, допустим, мы взяли межкластерное расстояние в качестве ключевой переменной, по которой будет все это определяться, мы задали порог, ну и вот будут у нас сливаться те примеры межкластерное расстояние, между которыми оказались маленькие. Ну, по мере увеличения у нас сначала это будет все часто происходить, когда мы по каким-то облачкам, а когда у нас речь пойдет о том, что мы характерный размер облачка уже съели, а следующие примеры у нас находятся в соседнем облаке, мы достаточно долго сможем увеличивать вот этот самый порог, и это не будет приводить к изменению количества кластеров. То есть выше оптимального порога будет происходить редкое, то есть, в общем, вынужденное укрепление кластеров. Ну и в качестве графического отображения всех вот этих вот вещей здесь нарисованы три варианта. Значит, во-первых, в пространствах не очень высокой размерности можно нарисовать график ближайшего соседства и понять, что происходит, когда вы увеличиваете, уменьшаете вот эти самые расстояния. И увидеть, например, как у нас с вами будут объединяться кластеры при изменении вот этого расстояния. Что у нас с вами вначале, вот пусть у нас будет вот эти девять точек, вначале у нас сольются точки 2 и 8, которые расположены ближе всего друг к другу, потом у нас сольются точки 4 и 5, это вот этот участок дерева, потом у нас сольются вот эти 4 и 5, сольются с 6, потому что она вот здесь вот недалеко расположена. Ну и я таким образом могу отследить, кто из кем у меня сливается, в каком порядке, на каких расстояниях, и получить вот такую вот дендрограмму. То есть древоподобную диаграмму, у которой по оси абсцисс будет отложено то самое расстояние, а по оси ординат будут нарисованы наши исходные точки с вами, и мы будем видеть, как они по мере увеличения расстояния, как они объединяются в кластеры. Ну и естественным будет, наверное, после этого нарисовать аналогичную диаграмму, в которой здесь уже будут не номера кластеров, а их количество, а по оси абсцисс будет отложено изменение порога, и да, эта диаграмма очень похожа на то, что мы с вами видели на занятиях по сетям Коханина, когда мы с вами делали хитрые всякие преобразования с характерными размерами и с притяжениями к примерам со стороны кластеров, ну и тут в пору вспомнить, что на самом-то деле вот эти вещи, которые мы рассматривали, они напрямую на сети Кохани никак завязаны не были, потому что мы для рассмотрения вот этих вот всех вещей, того, как точки друг с другом сливаются и прочее, мы брали уже только результат работы алгоритма кластеризации, то есть то, к какому кластеру принадлежит тот или иной пример, и всё. И дальше, как всё это дело, значит, вот кластеры у нас притягивали примеры. То есть вообще говоря, вам никто не мешает всю ту же самую кухню с перемещением точек, с бассейнами притяжения и прочее, нарастить поверх любого абсолютно алгоритма кластеризации, хоть даже камин. Вы всё равно такую возможность будете иметь и получите некоторую дополнительную информацию о распределении ваших точек в вашем признаковом пространстве. Ну и, наконец, два слова об оценке качества кластеризации. Мы поговорили о том, что эти оценки могут быть разными. Здесь я приведу несколько всего лишь критериев, наверное, самых распространённых. Ну, прежде всего, кажется разумным опереться на дисперсию кластера. Но здесь с оговорками следующими, что, во-первых, наверное, у разных кластеров дисперсия может быть разной. И нужно дисперсию усреднять между разными кластерами для того, чтобы говорить о некой оценке качества с аргументом. А аргументом у нас является либо количество кластеров, либо вот это самое характерное расстояние. То есть нам нужно здесь усреднить это, а ещё можно взвесить, поделить на расстояние. А ещё, по-хорошему говоря, можно было бы взвесить по объёмам. То есть у нас плотные кластеры с большим количеством точек, они должны учитываться по одному, а мелкие и рыхлые должны учитываться по-другому. Ну, то есть здесь, как видите, даже для такого вроде бы простого дела, как вычисление дисперсии, и то тут есть несколько вариантов, с какими можно это дело реализовать. Индекс Дэвиса Болдина, некий тоже такой дополнительный индекс, который тоже основан на сравнении внутрикластерных и межкластерных расстояний. Фактически вот мы с вами посчитали внутрикластерные расстояния для кластера H, E, H. Ну, здесь в качестве внутрикластерного расстояния предлагается использовать дисперсию. ДХЖ, это евклидовое расстояние между кластерами H и G. Здесь, опять же, можно разные способы вычисления расстояния между кластерами использовать. Ну и тогда вот это отношение суммы внутрикластерных расстояний для двух вот этих удалённых кластеров, вот оно и будет давать у нас максимум по всем парам H и G. И у нас получается вот такая вот величина R с индексом H, которая как раз и характеризует, в общем-то, в конечном итоге качество нашей кластеризации, потому что если у нас кластеры маленькие и далеко расположенные, то числитель здесь будет мал, знаменатель будет велик, и индекс RH тоже будет мал. Это хорошо. Чем больше индекс R с индексом H, тем хуже. Ну и вообще говоря, мы можем это дело рассматривать для разных значений K. При желании мы можем по K это дело взвесить. Мы можем усреднить по всем таким вот распределениям кластеров, ну то есть индекс Davis-Bolding в этом смысле не является исключением, у него тоже существует большое количество разных подвидов или разных реализаций, в зависимости от того, как вы обходитесь с этими внутренними межкластерными расстояниями. Наконец, еще одна группа индексов оценки качества кластеризации, это так называемый индекс данных. И здесь тоже у нас фигурируют некоторые вот эти вариабельные понятия, такие как расстояние между кластерами и диаметр кластера. Вот то же самое, мы здесь отнесли межкластерное расстояние к внутрикластерному расстоянию, ну, рай, что тут у нас все было наоборот, а здесь у нас получается, что если хорошо, если числитель большой, а знаменатель у нас маленький, да, то есть индекс данных, чем больше, тем лучше. Ну а дальше здесь еще предлагается посчитать соответствующие минимумы и максимумы по всем возможным парам. Ну вот, соответственно, реализация индекса данных в библиотеках в некоторых можно найти штук примерно до 20, в зависимости от разных определений вот этих самых внутренних межкластерных расстояний. Но в целом, если вы задались каком-то конкретном вариантом этого индекса, то это достаточно хорошие критерии для сравнения между собой результатов ваших численных экспериментов. Допустим, вы какие-то параметры алгоритма кластеризации подбираете, вот на основании одного из выбранных вами индексов можно пытаться между собой сравнить по качеству те варианты кластеризации, которые у вас при этом получаются. Так, продолжаем нашу сегодняшнюю лекцию и перейдем к рассмотрению алгоритма или метода математического моделирования, который называется метод группового учета аргументов. Достаточно любопытная штука, мощный метод, который, к сожалению, я бы сказал, что достаточно малоизвестный, мало используется, хотя, в общем-то, очень многие вещи с его помощью делаются весьма и весьма эффективно. История этого метода достаточно любопытная. Вот человек, который вы здесь видите, академик АН Украины Алексей Григорьевич Ивахненко, как он сам, значит, произносил свою фамилию, человек, как видите, с достаточно длинной биографией, с достаточно интересной научной биографией, как видите, застал в диапазоне от царского режима до, ну, слава богу, не нынешней Украины, но близко к тому, и во все времена занимался наукой, занимался математикой, и достаточно любопытный пример того, как иногда человек может добиться таких очень впечатляющих достижений, в общем-то, в уже достаточно солидном возрасте, вы видите, у него год рождения 1913-й, а метод, о котором пойдет речь, и, собственно, благодаря которому Алексей Григорьевич многие люди помнят и о его работах знают, был впервые предложен в 1968 году, то есть ему было 55 лет, ну, наверное, еще один аргумент в пользу того, что люди, занимающиеся активно наукой и умственной деятельностью, достаточно долго сохраняются в очень сильном работоспособном состоянии, но, собственно, до конца 90-х годов Алексей Григорьевич, даже в начале 2000-х, очень активно и плодотворно работал, значит, лично общаться с ним мне не довелось, только по переписке, но был период, когда наша команда имела контакты и даже и личное общение с людьми из команды Алексея Григорьевича, в общем, очень люди математически подкованные, очень грамотные, очень хорошо знающие, собственно, свой предмет, немножко поговорю о том, где собраны материалы по этому методу в конце лекции, где их можно поискать, вот, но, может быть, тогда немножко вернемся, собственно, и к человеческому фактору, а сейчас по сути дела. Значит, постановка задачи исходная, значит, она будет немножко другой по сравнению с тем, что мы с вами рассматривали до сих пор, мы все время говорили про машинное обучение, говорили о том, что мы, вообще говоря, занимаемся, для регрессионных задач мы занимаемся задачей аппроксимации, то есть мы, вообще говоря, не претендуем на то, чтобы построить модель, задаваемую аналитически, или эта модель может быть достаточно сложной, трудно интерпретируемой, ну, черный ящик, он черный ящик и есть, хотя все время мы с вами оговаривались, что это, конечно, плохо, то, что нужны объяснимые нейронные сети и прочие методы, то, что отсутствие такой объяснимости приводит ко всяким, в том числе и к административным, совершенно понятным запретам на использование методов машинного обучения в жизненно важных приложениях, ну, собственно, все это о том, что хотелось бы иметь какую-то модель аналитическую, то есть чтобы ваш метод, пусть он будет методом машинного обучения со всеми преимуществами такого метода, с обучением на примерах, с отсутствием каких-то жестких требований к виду той модели, которая будет построена, но вот хорошо, чтобы модель была аналитической, чтобы на нее можно было бы глазами посмотреть и сказать, что вот такие переменные у нее на входе есть, входные признаки от них, примерно вот такая-то зависимость, вот такие-то признаки важные, вот такие-то вообще не важные в модель не входят, но слово мы решаем с вами не задачу машинного обучения, а задачу моделирования, то есть мы ищем некоторую модель в виде функции, в общем виде у нас, если массив данных наш задан, в примычном нам виде, как комбинация вектора x, вектора входных признаков, или вектора y, вектора выходных признаков, и все это массив из N большой примеров, ну дальше мы с вами говорим, что давайте мы без особого ограничения общности разобьем все это дело на L модели, где L это количество выходных признаков, и будем для каждого выходного признака строить свою собственную модель, которая будет уже не вектор функции, а просто функции, то есть возвращающей одно единственное значение, но на входе в этой скалярной функции по-прежнему будет массив, вот этот вот из, то есть вектор входных признаков. Будем искать вот такую аналитическую модель, то есть мы развалили нашу с вами задачу на L малая задача с одним выходом, ну соответственно мы можем благополучно точно так же и разделить наш массив данных, у нас здесь остался один единственный скалярный у. Ясно, что простейшим частным случаем здесь является случай построения функции одного переменного, то есть у нас пары значений x и y, и мы ищем функцию y как f от x. Понятная, простая постановка вопроса, и первое, что приходит в голову в контексте вот такой задачи моделирования, тоже понятно, это линейная регрессия, про которую мы с вами уже где-то там давно на второй, кажется, лекции говорили, как говорили мы о ней, как об одном из базовых методов машинного обучения. Простейшая линейная регрессия в линейном базисе состоит в том, что мы ищем ответ наш как функцию, являющуюся линейной комбинацией входных признаков. То есть мы подбираем коэффициенты, с которыми у нас будет эта линейная комбинация вычисляться, и вот у нас получается простейшая линейная, в данном случае рассматриваем скалярная функция y как f от x1, x2 и так далее в виде линейной комбинации. Теперь, если нас с вами линейность этой комбинации не устраивает, мы говорим, ну хорошо, давайте мы такой промежуточный вариант, придумаем линейную регрессию в нелинейном базисе. Пусть у нас теперь в качестве входных признаков используются не исходные наши входные признаки, которые у нашей задачи были, а какие-то нелинейные функции от них. Какие нам нелинейные функции надо выбрать? Ну вот тут мы начинаем задумываться, что вообще-то то, что мы таким способом пытаемся построить, вот, линейную регрессию, это не что иное, как разложение по некоторому базису. Исходную мы раскладывали по понятному базису, где у нас базисные вектора, это орты нашего пространства признаков, в котором у нас заданы наши исходные данные. Да, вообще говоря, у нас могут, конечно, быть там между собой линейно-зависимые признаки, но и, по-хорошему говоря, мы должны такие вещи заранее определять и эти линейно-зависимые признаки исключать. То есть, вообще говоря, мы можем говорить о том, что у нас есть пространство определенной размерности, в этом пространстве может быть задан базис. Этим базисом могут быть исходные мои входные признаки, которые у меня были. Я могу этот базис каким-то образом развернуть, например, проделав анализ главных компонентов. Ну, тут все более-менее понятно. А могу сказать, что давайте мы зададим нелинейные функции, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы после вот этого нелинейного преобразования у нас сохранились свойства базиса. Мы можем не требовать у новых вот этих вот функций, чтобы они были ортонормированными, мы можем даже не требовать, чтобы они были ортогональными, но уж по крайней мере, по меньшей мере, они должны быть все линейно-независимыми, для того, чтобы из них можно было бы базис построить. Ну и тогда, если мы говорим о том, что нам нужны базисные именно функции, ну, а какие наборы базисных функций нам известны? И в голову приходят, ну, прежде всего, два набора. Один из них это набор полиномиальных функций, константа, x1, x2 и так далее, то есть первой степени переменных наших, квадраты переменных, парной ковариации, ковариации, то есть произведения x1, x2, x1, x3, x2, x3 и так далее, тройные ковариации, ну и так далее. То есть у нас здесь будут входить степени, будут входить ковариации, а могут всякие хиты произведения тоже входить, типа x1 на x2 в квадрате. Ну вот такой вот полиномиальный базис, и вообще говоря, здесь легко доказать, что действительно все эти функции являются линейно-независимыми, базис на них строить можно, и раскладывать под этим функциям тоже можно. Другой вариант, хорошо нам с вами известный, это гармонический базис, единица, синус x, косинус x, то же самое от второго признака, то есть от каждого признака мы посчитаем, допустим, две со сдвигом по фазе гармонические функции, а еще мы можем взять гармонические функции, те же самые от удвоенных аргументов, утроенных аргументов и так далее. То есть мы будем менять фазу, менять частоту, и это тоже будет оставаться по-прежнему байосом, то есть это будут функции линейно-независимые. Хорошо, выбрали мы какой-то своим байос, пусть для определенности полиномиальный. Переобозначим опорные функции как новые переменные, то есть у нас теперь b у нас x1, x2 и так далее, xn, а теперь будет z1 равный x1, z2 равный x2, z3 равный, допустим, xn, z4 равный x1 в квадрате, z5 равный x2 в квадрате и так далее. Я взял все вот эти вот мои функции в моем байосе, перенумеровал от единицы до k. Функции у меня от этого, конечно, стало больше, но тем не менее у меня образовался новый байос какой-то, в котором я могу строить уже самую обыкновенную линейную регрессию. байос у меня нелинейный, то есть в зависимости от исходных моих признаков начнут становиться нелинейными, и мне, в общем, остается только порадоваться этому обстоятельству, то есть я могу на самом деле таким способом построить уже более сложные модели с некоторыми оговорками, о которых речь пойдет дальше. Ну а пока как решить, собственно, задачу о разложении вот по такому байосу о получении решения линейно-регрессионного. Простейший вариант какой? Давайте построим так называемую систему условных уравнений Гаусса. Для каждого из наших примеров, вот у нас здесь массив индекс M будет соответствовать примеру, у нас этих примеров N большое, и для каждого примера я хочу, чтобы значение выходного признака для этого примера представляло собой линейную комбинацию типа Ажитое на Заджитое, где Заджитое, Ажи меняется от единицы до К, а это тот самый новый байос, который у нас получился после того, как мы переобозначили наши с вами опорные функции. Обратим внимание на то, что, естественно, коэффициенты Ажитое у нас одни и те же для всех примеров. То есть этот коэффициент, он зависит только от этого индекса, а пример, он имеет свой собственный индекс, который никак не участвует в определении функции, то есть мы просто функции считаем от примера, которому соответствуют индекс M. Мы получили линейную систему, систему линейных уравнений. В этой системе у нас M большой уравнений по количеству примеров и K неизвестных по количеству байосных функций. Теперь, если у нас количество уравнений будет меньше, чем количество неизвестных, система будет недоопределённой, однозначно разрешить её будет нельзя. Очевидно, этот вариант нас с вами интересует не очень. Наверное, это будет означать, что мы с вами взяли слишком много байосных функций, байос надо будет урезать. Лучше, чтобы у нас было... Ну да, если N равно K, тоже не очень здорово, потому что система будет иметь однозначное решение, но тут мы вспоминаем о том, что вообще говоря, у нас в данных, наверное, есть шумы, ну и вообще, что же за такая аппроксимирующая функция, у которой ровно столько параметров, сколько у нас примеров, эта функция будет переученная. Она, конечно, у нас прекрасно посчитается, коэффициенты все вычислятся, но на независимых данных это будет работать плохо. Плавали знаем, проходили. Ну что нам остается? Давайте сделаем систему переопределенной, пусть у нас N будет больше K, а лучше пусть будет N много больше K. То есть у нас будет уравнений много, а неизвестных будет не очень много. То есть у нас будет некая переопределенная, то есть вообще говоря, противоречивая система уравнений, и возникает вопрос, а как такую систему решать? Ну понятно, что точное решение такой системы нам уже не светит, мы будем ее решать приближенно, а именно методом наименьших квадратов. Будем пытаться найти минимум невязки в пространстве L2. То есть будем искать минимум квадратичного отклонения, вот оно как это квадратичное отклонение Δm в квадрате задается, как просто квадрат разности между ответом вот этой вот линейно-регрессионной модели, вот он, ажитое, назаджитое, и желаемым ответом YMT. Ну вот у нас фактически вот здесь с индексом М стоит невязка в уравнении, вот в этом тоже с индексом М. Мы вот эту суммарную невязку, равную сумме всех квадратичных невязок по всем уравнениям, мы просто вот эту разность квадрат возвели, да? Будем минимизировать. Ну и как найти решение, понятно. Значит, нам нужно взять производные вот этой самой λ2, точнее Δm2, по каждому из коэффициентов ажитое и принадлежать эти производные к нулю. Понятно, что у нас таких уравнений, типа ΔΔ2, ПД ажитое равно нулю, будет ровно столько, сколько разных вот этих вот байсных функций, то есть ровно k штук. И смотрите, как здорово, мы перешли от переопределенной системы к системе, которая у нас хоть и не точным не является, не определяет точное решение вот этой исходной системы, зато в ней ровно такое количество уравнений, как неизвестных. В ней k малое уравнение и k малое неизвестных. И если первая система называлась системой условных уравнений Гаусса, то вот эта новая система называется системой нормальных уравнений Гаусса. k уравнений с k неизвестными, и поэтому вот вам ответ, который получается. Мы из этой системы определили значение ажитое и нарисовали вот этот самый ответ. Линия системы линейных уравнений, алгоритмы решения таких систем существуют, вы все про это прекрасно знаете. Линейная регрессия, причем тут же еще внимательные слушатели вспомнят о том, что мы говорили, что линейную регрессию задачу можно решать. То, что здесь мы называли решать методом линейной алгебры, потому что на самом деле вот эти уравнения сводятся к большому количеству матричных операций. А можно вместо этого пытаться минимизировать вот эту самую невязку с помощью, например, градиентного спуска, и дальше там все, естественно, опять же, начинает зависеть от функции потерь, которые вы используете. И вы можете там точно так же задать квадратичную функцию потерь и получить очень похожий ответ на то, что получается с помощью линейной алгебры. А можете задать функцию потерь метрики L1. Ну, в общем, это мы все с вами уже примерно себе представляем. Линейной алгебры, это как некий пример решения задачи моделирования. Нас интересовать будут проблемы этого подхода. Ну, проблемы некоторые уже нарисовались. Одна из проблем это все-таки получение набора боесной функции. Вторая из проблем это то, что у нас все вот эти наборы боесной функции, они бесконечны, вообще говоря. И в каком месте нужно обрезать этот набор, чтобы было хорошо, чтобы у нас вот это вот условие много больше бы выполнилось, чтобы эта система была должным образом переопределенной и не очень чувствительной к шумам, чтобы в системе нормальных уравнений галуса то, что мы из нее получим, имел бы какой-то реальный смысл, чтобы это не получалось модель переученной. Давайте поговорим о выборе оптимального набора опорных функций. Но хочется это сделать объективно, то есть, да, мы можем организовать какой-то перебор, но при таком переборе нам нужен, опять же, некая функция или критерий для оценки качества той или иной модели. Ну, первое, что в голову приходит, а вот, да, как, ну мы с вами тут написали, вот он, средний квадрат ошибки, дельта квадрат. Вот это мы с вами и будем считать нашим критерием. Мы построим первую модель, которая будет у нас иметь вид а нулевое на единицу, и тем самым саппроксимируем весь наш массив константой. А потом построим вторую модель, мы возьмем первые два члена из вот этого полимерального ряда. У нас будет функция у равно а1 плюс а2 умножить на х1, и попытаемся этой функцией саппроксимировать все, что надо. А потом у нас будет функция а1 плюс а2 на х1 плюс а3 на х2, и попытаемся этой функцией саппроксимировать. Вот мы с вами будем постепенно наращивать сложность нашей задачи, увеличивать количество используемых байсных функций, и смотреть, как при этом изменяется вот этот вот трейлинг-скуэр-террор квадратичной ошибкой на тренировочном наборе. Средний квадрат ошибки. Ну и где остановиться? Давайте на простом примере посмотрим, если у нас одномерная функция. То есть у у нас зависит от одного единственного, от одной единственной переменной х. Вот это вот постепенное усложнение набора, вот это будет понятно, как выглядит. Выглядеть константа х, х квадрат, х куб и так далее. Ну вот, какие нам надо будет вообще говоря проверять при постепенном усложнении, вот у нас и будут добавляться все более и более сложные полиномы. Ну, строго говоря, здесь, наверное, если задуматься, на самом деле все еще сложнее, потому что, а почему я должен проверять А0 плюс А1 на х, и не должен проверять А0 плюс А2 на х2, вот без этого слагаемого? Это же другая модель, другая, она будет сложнее, чем вот эта модель, сложнее, но проще, чем вот эта модель, где все три слагаемых. На самом деле существуют таблицы постепенного усложнения вот таких вот полиномиальных моделей, которые представляют собой ряды полиномов, так называемых полиномов Калмогорова-Габбара. Можете посмотреть справочники по математике, и они задают вот эти вот постепенные усложнения, в том числе и для пространства произвольной размерности. Вот здесь мы с вами, ну, более-менее понимаем, как что делать в одномерном пространстве, да, наверное, мы возьмем сначала А0 плюс А1 на х, потом А0 плюс А2 на х2, а потом на х квадрат, а потом возьмем А0 плюс А1х на плюс А2 на х квадрат. Вот будем постепенно здесь что-то такое добавлять вот это вот с таким, значит, понятным усложнением, но примерно по тому же принципу и полиномы Калмогорова-Габбара построены. Хорошо, вот мы построили вот такую таблицу, мы начинаем теперь аппроксимировать нашу функцию, заданную N-большое, примерами в виде пар X и Y, всеми вот этими полиномами, и видим, что у нас вот зеленая кривая, которая получилась, это значение вот этого самого ошибки. Оно у нас будет, во-первых, будет монотонно убывать с увеличением количества коэффициентов, и во-вторых, обратиться в ноль в момент, когда у нас количество коэффициентов сравняется с количеством точек в нашем наборе. Ехать дальше будет некуда и незачем. А может быть, кстати сказать, оно и раньше сравняется, если у нас какая-то подлежащая модель достаточно простая, мы ее таким образом, эту модель, сможем саппроксимировать. То есть получается, что мы таким способом можем определить вот эту оптимальную модель, но все это происходит до тех пор, пока у нас нет помех, нет шума. Стоит нам наложить на наши данные. Пусть наши данные сгенерены вот таким вот полиномом, но к нему добавлен небольшой шум, и мы выясним, что когда мы с вами взяли 4 коэффициента, у нас ошибка уже стала не ноль из-за этого шума, и поэтому, когда мы здесь еще добавили x4, то выяснилось, что ошибка у нас еще уменьшится, а если мы там x5 возьмем, она еще уменьшится, и получится, что чем сложнее модель, тем она точнее, то есть помехоустойчивость у всей этой конструкции оказывается никакая совершенно. На наш вопрос, а где же нам остановиться, мы таким способом ответа не получим. То есть вот этот внутренний критерий, который опирается на те данные, на которых мы обучаем нашу модель, определение вот этих коэффициентов АИТа, это не что иное, как обучение модели, но нам этот же критерий для определения момента остановки в усложнении нам не годится. Действительно, это напоминает те же самые проблемы, которые у нас с нейронной сетью, только там у нас обучение по времени идет, и у нас идет усложнение за счет того, что мы делаем еще следующие и следующие итерации, и нам надо вовремя остановиться. Но по сути дела здесь то же самое, нам тоже надо вовремя остановиться, просто вовремя остановиться надо в наращивании сложности того полинома, которым мы здесь с вами пользуемся. Ну и вот здесь-то выясняется, что, как вот тут сформулировано в теории метода группового учета аргументов, сокращенном ГОА, это называется теория множественности моделей. Для каждого объекта, который рассматривается как черный ящик, можно найти бесконечное множество моделей, имеющих одинаковые внешние проявления. Действительно, я могу тут большое количество разнообразных вот этих вот моделей задать, но я обнулю тут у слишком сложных моделей лишние коэффициенты, и все равно смогу все очень хорошо саппроксимировать. А может быть я какими-то более высокими степенями смогу более низкие саппроксимировать, так тоже иногда бывает, хотя с не очень высокой точностью. Ну в общем, не годится нам с вами внутренний критерий для того, чтобы определить, где мы находимся. Будет иначе система переучиваться, никуда вам от этого не деться. То есть нам нужен некоторый критерий, говоря на этом языке, критерий внешний, то есть основанный на какой-то информации, которая не содержится в тренировочном наборе. Должен быть основан на какой-то другой информации, а вот способы поступления этой информации могут быть на самом деле различными. Такая вещь, то есть некая сущность, несущая новую информацию, называется внешним дополнением. То есть это некоторое требование, предъявляемое одной частью неоднородной системы, в другой ее части. В данном случае, но мы в более привычных для нас терминах, можем сказать, что это вот часть, которая предъявляет требования, это наши с вами независимые данные. То ли это тестовый набор, который мы с вами заранее отложили, то ли это вообще новые данные, которые появились из того же самого объекта, но потом, после того, как наша модель уже была построена. А требования мы предъявляем к другой части, то есть к нашей модели построенной. И это действительно является внешним дополнением, внешним, потому что у нас появилась новая информация, по сравнению с той, на основании которой мы построили нашу модель. И вот тут оказывается, что так по-простому выйти из вот этой логической цепочки нам не удастся. Помните, мы говорили, что да, хорошо, тестовый набор есть, но мы можем переучиться. Хорошо, взяли в эволюционный набор, да, по эволюционному набору вовремя останавливаемся. Вроде бы все хорошо. Начинаем смотреть, как у нас на тестовом наборе работает. Подкрутили одни параметры, подкрутили другие, набрали такой комплект параметров, что у нас на имеющемся тестовом наборе все работает замечательно. И тут пришли новые данные, тестовый набор номер 2, мы к нему применили, обнаружили, что все работает очень плохо, потому что система у нас переучилась уже теперь не по тренировочному, а по тестовому набору, и не худо бы нам для вот этого тестового набора номер 2 еще какую-нибудь процедуру своевременного останова в переборе придумать, для того, чтобы система не переучилась. То есть вот это бесконечный на самом деле процесс. Ну и вот вам теорема Гёделя о неполноте. На самом деле это гораздо более фундаментальное утверждение, чем наши вот такие доморощенные рассуждения. Оказывается, никакая система Аксиом не может быть логически замкнутой, и всегда можно найти теорему, для доказательства которой потребуются внешние дополнения, то есть расширение исходной системы Аксиом. На нашем с вами языке это означает, что нам для того, чтобы построить модель, которая гарантированно хорошо будет работать на какой-то совсем неизвестной, далеко от стоящей выборке, нам нужно будет бесконечное количество вот таких вот тестовых наборов. Нас с вами на практике спасает только то, что как бы вот эта вот степень этой, условно говоря, переученности, она с увеличением количества вот этих тестовых наборов, она становится все меньше и меньше. Если вы удержитесь от соблазна подкручивать параметры вашей модели под тестовый набор, вам хватит на самом деле набора эволюционного. Если вы, скорее всего, не удержитесь и все-таки это сделаете, ну у вас на следующем наборе вы более-менее уже адекватно сможете оценить качество работы вашей модели. Тем не менее, нас с вами интересовать будут вот эти вещи, внутренний критерий и внешний критерий. Внутренний критерий – это определение, его основано на той же информации, что и получение самой модели, например, ошибка на тренировочном наборе, а внешний критерий определения основан на новой информации, например, ошибка на тестовом наборе или на втором тестовом наборе. Ну и смотря, опять же, до тех пор, пока у меня информация, имеющаяся в очередном наборе, не попала вот в весь, помните, мы рисовали с вами на одной из первых лекций диаграмму общий цикл машинного обучения. И вот там вот было, все это дело было зациклено вокруг со словами, что а вот здесь еще можно подкрутить вот тут параметры, а тут еще отбор существенных признаков можно подкрутить, а тут выбрасывание выбросов можно поменять. И очень много всяких мест, которые я могу подкрутить, я всякий раз циркулирую во всем вот этом вот большом цикле, и в конечном итоге я все это дело подстраиваю под тот массив данных, на котором я верифицирую то, что у меня получилось. В какой-то момент я этот порочный круг разорву и скажу, хватит, и дальше тогда у меня следующая порция данных, она выполняет роль внешнего критерия, на котором я могу адекватно оценивать, что у меня на самом деле получается, если я эти данные вообще никак не использовал в процессе построения моей модели. Можно показать, оказывается, что структура оптимальной сложности соответствует минимуму внешнего критерия, а меры достоверности найденной модели служат глубина минимума. Но вот это на самом деле утверждение уже не такое тривиальное, как все предыдущие. В теории метода группового учета аргументов это утверждение доказывается, и мы с вами его просто примем на веру, что мы можем попробовать построить структуру оптимальной сложности, используя для этого минимум внешнего критерия. Теперь, если мы будем с вами рассматривать различные подходы вообще к решению задачи моделирования, вот у нас есть с одной стороны вещи какие-то общие, наше представление о том, как должна модель быть устроена, например. А есть вещи частные, наш частный набор данных, на котором мы что-то такое можем подстроить. И это вообще различные подходы к логическим рассуждениям. Есть подход, который называется дедукция, любимый Шеролком Холмсом, от общего к частному. Шеролк Холмс обладал энциклопедическими знаниями в узкой области, он не знал, что вокруг чего вращается Луна вокруг Земли или Земля вокруг Луны, но ему это было не надо для решения тех задач, которые он решал. В этом смысле Шеролк Холмс был системой недоученной в определенном смысле. То множество данных, на котором он себя обучал, оно было ограничено, но оно его совершенно устраивало, оно было вполне адекватно для тех тестовых наборов, для тех задач, которые он потом собирался решать с помощью этого набора знаний. И вот от этого общего, усвоенного на определенном, да, это немножко сложнее было, чем просто набор конкретных случаев полицейской хроники за 30 лет существования в Лондоне, немножко хитрее. Он много знал в физике, в химии, в медицине, в еще каких-то областях, да, тех, которые были полезны для решения его собственных задач. И в этом плане он двигался от общего к частному. И мы этот же подход можем исповедовать, если мы будем задавать некоторые общие соображения и на их основании двигаться к получению решения для нашей частной задачи. Но можно двигаться и наоборот методом индукции от частного к общему. То есть мы задаемся некоторым частным случаям и дальше пытаемся понять, а в каких ситуациях можно экстраполировать этот частный случай на более общий случай. Когда у нас нейронные сети обучены на вот этом наборе данных, когда мы переходим к применению этой сети к более широкому набору данных, мы, оказывается, делаем не что иное, как используем индукцию. И тут, естественно, кто-то из вас вспомнит метод математической индукции еще со школьной скамьи, да, когда мы с вами доказывали какое-то утверждение простое для частного случая, для какого-то параметра, равного, предположим, единицы. Потом доказывали, что из справедливости утверждения для параметра, равного n, следует справедливости этого утверждения для параметра, равного n плюс 1. И это означало, что мы с вами методом индукции от частного к общему доказали справедливости этого утверждения для любого значения параметра. В контексте недоказательства теоремы, в контексте работы с данными и в контексте построения таких моделей мы можем использовать полную индукцию, то есть некоторый полный перебор, но в данном случае в пределах заданного вида опорных функций. Вот мы задали какое-то постепенное сложение модели, давайте мы все варианты комбинации этих самых функций переберем, для каждого варианта построим модель линейной регрессии, и из этих моделей выберем наилучшую, пользуясь, забегая немножко вперед, внешним критерием. Мы на этапе построения модели, до тех пор, пока у нас внешнего критерия нет, мы никак не можем сказать, у нас многочлен с 5 слагаемыми или с 7 слагаемыми, какой из них лучше, они у нас могут давать сравнимые погрешности на тренировочном наборе. Нам нужно вот это вот самое внешнее дополнение. Вот этот подход реализован в том, что называется комбинаторный алгоритм МГУАИ, который мы сейчас с вами разберем. Есть еще более интересная штука, которая называется неполная индукция, или abductive induction в англоязычной литературе, это будет некоторый ограниченный перебор с отбором. Ну, во-первых, любой полный перебор, как мы с вами понимаем, очень быстро будет сожран проклятием размерности, то есть как только у вас пространство перебора будет достаточно большим, вам придется от этих методов в том или ином виде отказываться. А если мы говорим, что мы должны ограничиться неполным перебором, а тогда вопрос, на основании чего мы должны принимать решение о том, какие комбинации мы перебираем и какие мы комбинации не перебираем. То есть должен быть некоторый отбор комбинаций кандидатов, которые у нас наиболее перспективными, нам кажется, с точки зрения построения качественной модели. И здесь мы с вами поговорим о, наверное, самом мощном алгоритме методов по учету аргумента, это так называемый многорядный итерационный алгоритм НГУА. Ну, начнем с комбинаторного алгоритма, который более простой. Мы строим таблицу постепенного усложнения модели. Но вот здесь она по-честному у меня выписана, как у нас идет постепенное усложнение модели для функции одного переменного. Константа, константа плюс линейная, константа плюс квадрат, константа плюс линейная плюс квадрат. Ну вот, вы, собственно, эту таблицу видите и прекрасно можете сами аналогичные построить для любого максимальной степени вот этой одной единственной переменной. Значит, вот мы построили сначала таблицу постепенного усложнения модели, да, вот это некие общие шади, мы сейчас их с вами просто на примере сразу разбираем. Дальше мы оцениваем вот эти все коэффициенты для каждой из этих моделей, это же у нас полный перебор, в пределах вот этого самого множества ограниченного. Мы для каждой из этих моделей оцениваем на тренировочном нашем наборе, обучая вот эти вот самые коэффициенты. Дальше мы вспоминаем, что нам нужен внешний критерий, говорим, что вот какую из этих моделей многочисленных выбрать, мы по внешнему критерию посмотрим. Какой внешний критерий? Ну вот давайте, допустим, мы все наши данные поделим привычным нам способом на тренировочные тестовые наборы, и вот по тестовому набору, по ошибке на тестовом набору мы из всех этих многочисленных моделей, лежащих в диапазоне от константы до вот такого полного описания, то есть полной суммы в пределах всего вот этого самого байсного множества опорных функций. Мы из них выбрали самое лучшее описание. Для этого нам какое количество описаний всего придется проверить? А вот такое, 2 в степени L минус 1, где L это количество байсной функций. Почему 2 в степени L? Потому что каждая из функций, которые вот здесь перечислены, она может присутствовать в полиномии, может и не присутствовать. Вот, соответственно, у вас таких комбинаций бинар как раз в аккурат 2 в степени L и получится. А почему минус 1? Потому что вариант, когда ни одна из функций не присутствует, но он по понятным причинам нас с вами не устраивает вовсе. 2 в степени L минус 1 частное описание, степенная зависимость. И нам уже с вами начинает казаться, что как-то это, наверное, многовато, потому что нам с вами встречаться с реальными задачами, у которых, ну скажем так, сотни входных признаков уже вполне себе приходилось, хотя бы гипотетически. А 2 в сотой степени это уже, извините, явно такое количество моделей, которые перебрать нам с вами нереально. А теперь мы еще вспоминаем, что это хорошо у нас тут функция одного переменного, а если у нас входных признаков будет больше? И вот и получается, что, значит, признаков у нас может быть много, и это вызывает на нас проблемы, связанные с вот этой степенной зависимостью. А если у нас еще и мы позволим не только степенные функции, а еще позволим ковариации какие-нибудь? Ну, добро, у меня тут были степени одной функции, а теперь представим, что у меня тут x1, x2, x3 и так далее. Я буду брать первые степени x1, x2, x3, x1 в квадрат, x2 в квадрате, x3 в квадрате. А еще, наверное, мне надо парные ковариации взять типа x1 умножить на x2. А тогда количество вот таких слагаемых будет расти уже не как n, а как n в квадрат при n входных переменных, при увеличении. А если еще и тройные ковариации, это будет расти как n в кубе. И вот этот куб, это на самом-то деле, это же вот у нас z, это у нас вот этот преобразованный наш базис, и у нас 2 в степени, вот это вот, извините, 2 в степени n в кубе. То есть весь этот массив моделей кандидатов разрастается с такой скоростью, что нам становится ясно, что вот такой комбинаторный алгоритм, ну, грубо говоря, ему никакой закон муру не страшен. То есть понятно, что далеко мы не уедем, да, мы уезжаем с вами, уедем все дальше с каждым годом, но тем не менее это явно не вариант. Мы с вами уже поняли, что человечество оказывается в состоянии усложнять стоящие перед ним задачи гораздо быстрее, чем ему позволяет закон мура эти задачи решать. Поэтому, наверное, если такой комбинаторный алгоритм может быть использован, то он в весьма каком-то ограниченном варианте. Например, если мы с вами ограничим вот это вот множество опорных функций, которые рассматриваются. Нельзя ли как-нибудь с использованием вот этого ограничения построить сложную систему, в которой могли бы попадаться разные вот эти вот степени разных переменок, да еще и разные ковариации, не перепирая при этом все подряд, ограничив каким-то образом перебор, не ограничивая, тем не менее, сложность итоговой модели, которая может получиться. И вот вам замечательный, на мой взгляд, очень красивый, многорядный алгоритм метода группового учета аргументов. Вот наши с вами n входных переменных. Это наши вот эти вот отсюда, да, мы взяли какое-то количество функций. В простом варианте это действительно чистая линейная регрессия, в более сложном варианте это нелинейный байз, который мы с вами перекодировали, значит, к варианту с линейной регрессией. Ну, допустим, мы даже простейший вариант берем, у нас просто n переменных. Вот у нас есть первый ряд, который будет представлять собой комбинаторный алгоритм ГОА, вот такой, но мы уже поняли, что n, если у нас большое, то мы потонем. А давайте мы попробуем погруппировать наши переменные, и не будем претендовать на то, чтобы сразу все возможные переменные использовать. Мы возьмем первые три переменные x1, x2, x3, и на этих трех переменных построим полиномиальный байз в какой-то ограниченной сложности. Ну, допустим, константа x1, x2, x3, x1 в квадрате, x2 в квадрате, x3 в квадрате. Ну, допустим, пусть тут еще будут третьи степени, а еще нам, наверное, надо взять парные к вариации, то есть x1, x2, x1, x3, и x2, x3. А еще, наверное, надо взять тройную к вариацию. Ну, собственно, и хватит. Получилось у нас 14 байзных функций от единицы. Степени трех переменных от первой до третьей, это еще 9 функций, 10. Три парных к вариации, 13. И одна тройная к вариации, 14. 14 байзных функций получилось. И, в общем, в рамках комбинаторного алгоритма перебрать даже 2 в 14 степени моделей всего-то навсего 16 тысяч, сколько там, 358, не так уж и много. Это нам по зубам с нынешним развитием наших вычислительных систем. Мы перебрали все эти модели и породили из вот этих вот первых трех наших переменных одну модель победителя, которая оказалась среди вот этих 2 в 14 степени моделей самой лучшей. По-честному, мы ее выбрали с помощью внешнего критерия, тестового набора, и вот мы эту модель выбрали и сюда вот запустили. Дальше мы будем эту модель использовать для того, чтобы на ее основе построить более сложные модели. А пока это некое будет первое приближение. Часть сложности мы здесь уже отработали, мы ее забрали. Но теперь, а почему первая, вторая и третья переменные? Ну, наверное, мы любые комбинации здесь должны рассматривать, и поэтому мы с вами будем рассматривать все возможные сочетания из вот этих n переменных по 3. Первую, вторую, четвертую, первую, вторую, пятую и так далее, первую, вторую, n, первую, третью, четвертую. Ну, в общем, все возможные сочетания мы здесь посмотрим. Да, их будет достаточно много, но все-таки, ребята, это не такая крутая зависимость, как степенная зависимость, которая у нас вот здесь вот была при наличии тройных ковыриаций. Мы же тут, извините, тройные ковыриации все-таки учитываем. Да, но у нас это не 2 в степени n в кубе, это все-таки гораздо меньше объем перебора. А результатом этого является некоторое количество новых функций разной степени сложности. Из какой-то тройки у нас может выйти функция, что-то типа просто y равно x1, и она окажется самой хорошей. А из какой-то у нас выйдет аж прям весь этот 14-й член с максимальным количеством байсных функций, и он оказывается лучшим описанием. Но как бы то ни было, мы породили большое количество вот этих вот самых функций. На самом деле, для каждой из этих функций существует ее оценка, насколько хороша или плоха она оказалась. Почему они у нас соревнуются только внутри вот этих троек? Давайте мы теперь им между собой соревнование устроим. Для каждой из вот этих функций посчитаем наш внешний критерий и отберем среди этих функций только самый лучший. Какое-то ограниченное заранее заданное число, пусть их будет L большая штука. Мы получили вот эти L функции, которые можно назвать частными описаниями. Это описания победителей вот этого самого первого ряда, которые имеют наилучшее значение критерий отбора вот в этом самом месте. И теперь мы с вами понимаем, что мы дальше можем сделать то же самое. То есть дальше мы будем строить следующий ряд, подавая ему на вход уже не исходные наши с вами переменные, а выходы вот этих самых функций, которые у нас явились победителями на первом ряду. И таким способом на выходе второго ряда мы уже получим гораздо более сложные функции. Смотрите, мы-то в общем довольно жестко тут сложность одной функции ограничили, а уже на выходе второго ряда мы можем с вами получить, извините, девятой степени любой переменной. А можем получить вместо тройной вариации девятерную. Вполне себе, если у меня здесь скрестятся, соответствующим образом три переменные, у которых здесь исходно на входе были все разные переменные. То есть на самом деле уже на выходе вот этого второго ряда я могу получить достаточно сложные функции. И чтобы у меня вся эта конструкция не оказалась переученной, я опять устрою здесь отбор с помощью внешнего критерия. И я могу эту процедуру продолжать, продолжать и продолжать. А до какого момента я и должен продолжать? Ну вы скажете, до тех пор, пока у меня не будет достаточно качественной аппроксимации той функции, ради которой я все это затеял, а на самом деле пока у меня не будет удовлетворяющего у меня значения критерия. Решением объявляется вот этот вот абсолютный победитель последнего ряда. И тут, кстати, мы можем с вами вспомнить, что вот здесь у нас тут говорилось, мерой достоверности служит глубина минимума, а структура оптимальной сложности соответствует минимуму внешнего критерия. То есть оказывается, что мы можем остановить всю эту процедуру в тот момент, когда у нас после изготовления очередного ряда модель-победитель очередного ряда не дала значения критерия лучшего, чем модель-победитель предыдущего ряда. То есть мы построили еще комплект более сложных моделей, а он нам не позволил улучшить результат. Оказывается, все, дальше нам ехать бессмысленно. Вот эту модель с наилучшим, глобально наилучшим значением критерия по всему вот этому множеству моделей мы с вами победителем и объявим. Здесь нужно сделать обязательно несколько комментариев следующего свойства. Первое. Несмотря на то, вот это вот самое минимум, мерой достоверности служит глубина минимума и минимум внешнего критерия, тем не менее, опять же, вот подобно тому, как на всякий тестовый набор нужен еще супертестовый набор, если мы начинаем крутить параметры, здесь тоже мы начинаем с вами подозревать, что если мы критерием остановки при перемещении от ряда к ряду сделаем тот же самый критерий, который использовался в рамках каждого ряда для отбора наилучшей модели, а мы, наверное, переучимся. У нас это дополнение уже не будет являться внешним, потому что оно у нас один раз здесь использовано. И здесь, если рассуждать по-хорошему, то нужно еще одно внешнее дополнение. То есть критерием остановок должен быть минимум ошибки, но уже не на том наборе, на котором мы выбирали модель победителя на каждом ряду, а на еще одном отдельном наборе данных. Ну, либо у вас, вообще говоря, может быть какой-то другой критерий, потому что мы совершенно не обязательно в качестве внешнего дополнения должны использовать дополнительное множество данных, у нас данных может столько и не быть. Но об этом мы поговорим еще отдельно. Следующий момент. Да, и это, кстати, существенный момент, и он не очень очевидный, и не всегда он сразу проявляется. И здесь могу сказать, что в свое время нам как раз от Алексея Григорьевича и попало в частные переписки. После того, как мы сделали эту ошибку при реализации нашего программного обеспечения, мы для остановки наращивания рядов как раз-таки использовали тот же самый критерий, который у нас использовался для выбора моделей в каждом ряду. Он нам прислал пример, на котором очень легко было продемонстрировано, что такой подход, он неправильный, ведет к построению переусложненных моделей. То есть здесь вот этот момент о том, что в каждом месте нужно свое внешнее дополнение, он оказывается весьма критичным. Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать. Нам с вами, наверное, покажется, что вот это вот усложнение окажется очень быстрым. Здесь первая степень, здесь третья, здесь уже девятая, здесь вообще, прости господи, 27-я, а нам надо. А если у нас зависимость наша сложная, какая-нибудь такая, она не сильно нелинейная, а у ней есть частью линейная часть, а частью нелинейная, как бы нам притормозить, и не так быстро бы наращивать сложность. Чтобы это было легче сделать, на вход следующего ряда, кроме вот этих вот победителей ряда предыдущего, очень часто подают также исходные вот эти вот входные переменные задачи. И очередная комбинаторная функция, которая вот здесь у меня, она может взять третью степень этой переменной, а в комплект к ней взять исходную вот эту какой-нибудь х3, например, и наращивать сложность по сравнению с той, которая была на выходе предыдущего ряда, не такими чудовищными темпами. И вот этот прием, он оказался очень эффективным, собственно, действительно, это позволяет гораздо более вменяемые модели получать. У вас сложность нарастает не настолько быстро, у вас, скорее всего, будет построено большее количество рядов, но итоговая модель оказывается в значительной доле случаев лучше, чем та модель, которая будет построена без вот этого самого приема. Еще один вопрос. Значит, все-таки все сочетания входных переменных по 3, это слишком много. А нельзя ли здесь как-то тоже сэкономить? Ну, один вариант экономии просматривается достаточно очевидно. Давайте мы не все, не полный перебор сделаем среди всех вот этих троек, а частичный перебор. Будем случайным образом выбирать определенную долю всех вот этих вот комбинаций. Там же действительно, если задуматься, например, переменная х3, у меня пролезть на выход второго ряда, может, в компании с переменами х1, х2, х3 и через те модели, которые будут из этой тройки получены, может пролезть в комбинации с переменами х3, х8, х15 и тоже где-нибудь здесь выиграть и в конечном итоге просочиться на выход вот этого второго ряда, если окажется, что композитная модель, построенная с ее участием, она лучше, имеет лучшее значение критерия. То есть, сразу возникает ощущение, что перебирать на самом деле все возможные тройки совершенно не обязательно. И действительно, опять же, наш собственный опыт свидетельствует о том, что здесь достаточно вполне перебирать порядка 20-30% всех возможных комбинаций, то есть мы кратно можем сэкономить на вот этом самом переборе. Да, у вас, к сожалению, как и всегда, при переходе от полного перебора к частному перебору, пропадает гарантия того, что вы найдете наилучшее решение. Даже если мы на минуточку забудем о том, что у нас все-таки все обучение идет на совершенно конкретных массивах данных, которые есть просто некоторые частные реализации вашего объекта, и в них наверняка есть шум, если вы возьмете другие реализации этих примеров, у вас, скорее всего, и модели могут отобраться другие. Даже если мы обо всем об этом забудем, у нас как бы все равно вот эта вот неоднозначность, неопределенность, она будет сохраняться. поэтому мы совершенно спокойно можем положиться на множественность вот этих путей, по которым у нас нужная переменная может просочиться в какой-нибудь дальний ряд, и здесь поставить некоторую вероятность отбора для, то есть перебирать не все возможные тройки, а вот за одну и долю. Есть и еще один резерв экономии. А почему сразу с тройки начинать? Вот давайте мы так сделаем. Значит, мы с вами выберем, переберем все пары переменных. На паре переменных вообще что-то шибко сложного не построишь. Константы х1, х2, х1 в квадрате, х2 в квадрате, ну хорошо, кубы еще добавить, и одна ковариация. Все. Перебор гораздо меньше. Пар самих по себе гораздо меньше, чем троек. И поэтому давайте мы сначала определим оптимальную пару вот здесь. То есть мы вот этот комбинаторный алгоритм ГУА будем не для всех сочетаний входных переменных по 3 запускать, а для всех сочетаний входных переменных по 2. Коих значительно меньше, и в рамках каждого комбинаторного алгоритма объем перебора будет меньше. А потом для каждой этой пары мы переберем все остающиеся переменные, для этой пары из нее сделаем тройку уже методом полного перебора всех остальных перемен. Это тоже оказывается резервом совершенно чудовищной экономии, который позволяет вам сократить объем перебора практически без ущерба для качества тех моделей, которые получаются. Ну и вот с использованием всех вот этих вот дополнительных приемов мы получаем очень мощный алгоритм, который обладает совершенно уникальными свойствами. Вот мы вот здесь где-нибудь на выходе какого-то очередного ряда можем получить чудовищно сложную какую-то модель, состоящую из полиномов какой-то дцатой степени, но при этом эта модель не будет переученной, потому что мы все время на всех этапах ее построения осуществляли отбор по внешнему критерию, по независимым данным. Да, разумеется, вы скажете, а вы не забыли о представительности? Нет, о представительности данных я не забыл. Разумеется, если у вас плохая будет представительность данных или неправильно подобные внешние критерии, вы за это заплатите, безусловно. Но в общем и целом те модели, которые вот здесь на выходе получаются, при всей своей сложности они оказываются не переученными, если наборы у вас обладают достаточной представительностью. И еще одна интересная тонкость, о которой тоже можно упомянуть. Вы скажете, а как это? Вот у меня есть какая-то может быть не очень сложная зависимость. Вы со своим методом группового учета аргументов начинает не очень сложная зависимость. Я бы ее там полиномами четвертой степени приблизил, а вы мне ее полиномами двадцать пятой степени приближаете. Ну хорошо, у вас погрешность получилась в десять раз меньше. А ничего страшного от этого не будет. И каким образом с полиномами двадцать пятой степени сделать что-то, что аппроксимируется одним полиномом пятой степени? Ну наверное у меня будут какие-то слагаемые очень большие, а потом другие слагаемые тоже очень большие, но с другим знаком у меня будет методом вычитания одного большого слагаемого из другого будет получаться какая-то маленькая поправочка, которая и обеспечит мне вот ту точность, которую мне мой полином исходной пятой степени не обеспечивал. И тут все в аудитории, кто уже наверное все считают себя практически программистами, тут поскакивает с места и скажет да, мы знаем, это вообще-то очень плохо, потому что когда любой программист это знает, когда вы читаете два больших числа друг из друга, у вас происходит чудовищная потеря точности, вы на этом деле можете очень интересные эффекты поиметь, о которых даже и не подозревали, с этими вещами вообще говоря, любой программист рано или поздно сталкивается, начинает с ним бороться. И вот здесь этот эффект разумеется тоже будет проявляться, и мы впервые с ним столкнулись в очень интересном контексте, мы сделали следующее, мы строили модели вот такие вот и записывали эти модели на диск для того, чтобы можно было потом тоже считать и эту модель каким-то образом применять. В какой-то момент, я уже сейчас не помню по какой причине возникла необходимость посмотреть, по-видимому, захотелось на модель, и мы модель записали на диск не в бинарном виде, то есть не в виде бинарного представления тех чисел, которые являлись коэффициентами при соответствующих вот этих степенях, а в виде текста. Ну, есть в любом языке программирования все тоже есть соответствующие функции, которые там печатают, значит, распечатали все эти коэффициенты там с нужным количеством знаков после запятой, посмотрели, значит, какие степени, замечательно, все поанализировали, потом считали эту функцию, применили ее к тем же данным, к которым применяли вчера при построении этой модели, получили результат, который ничего общего не имел с тем, который был вчера. Значит, мы достаточно долго не могли понять, что происходит, до тех пор, пока не стало ясно, что сама процедура конверсии из бинарного числа в текст чревата потерей какой-то небольшой поправки в последних знаках точности вот того числа, которое распечатывается. Этой небольшой поправки оказалось достаточно, чтобы привести к очень большой разнице в тех числах, которые получаются на выходе. После того, как вы обратно считали, сконвертировали из текста в число, у вас получилось число, которое на самом деле отличается от того числа, которое было вчера, и когда вы два таких числа одно из другого вычли, вы получили то отличие, которое, казалось бы, непонятно откуда берется. Здесь нужно понимать, что есть вот такие сложности, и это означает, что, во-первых, требуется в обязательном порядке записывать все вот эти модели ровно в том виде, в каком они в памяти компьютер у вас образовались в момент отбора, это первое. И еще один есть момент, вы можете вот эту вот самую сложность, которая получается, вы ее должны постоянно контролировать, потому что, в противном случае, у вас вот это вот переусложнение модели, оно может приводить вот к таким вот неприятным эффектам. И здесь один из способов контроля, он на самом деле очень интересный. Вот если вы внимательно на все это дело посмотрите, вы скажете, постойте, а зачем вообще так сложно? Ведь я после того, как я построил на выходе ряда вот эти модели, я могу взять и пересчитать исходные данные вот сюда, и здесь иметь весь мой набор данных не в виде функций, пусть и в третьей степени, а в виде совершенно конкретного набора чисел. И дальше у меня второй ряд, он как бы становится первым. Мне вообще не обязательно помнить в виде модели весь вот этот ряд всех-всех-всех коэффициентов, которые мне здесь по дороге попались, он может быть очень сложным. Я, во-первых, могу в любой момент пересчитать свои исходные данные на любую стадию вот этого многорядного алгоритма, а во-вторых, оказывается, есть специальные алгоритмы, которые тоже в свое время были в 70-е годы еще разработаны в группе Академика и Вахненко, которые позволяют создавать специальное очень эффективное представление вот этой очень сложной модели вот здесь, без необходимости запоминать всю вот эту рекурсивную процедуру перемещения от ряда к ряду. То есть есть эффективная процедура представления вот здесь представления коэффициентов исходных ваших переменных на произвольном ряду алгоритмов. то есть при всей вот этой при всем изяществе результата вы поработав с этим начинаете понимать что ну вообще говоря кое-чем все-таки за вот эти вот потрясающие эффективные результаты приходится заплатить. Ну если еще не все уснули давайте мы тогда с вами сейчас еще поговорим о некоторых вещах связанных непосредственно вот с каким аспектом а именно с критериями отбора. Значит мы все время говорили тренировочный набор тестовый набор супер тестовый набор а что собственно внешнее дополнение оно может только в виде набора данных использоваться а у меня может данных мало а я буду свою супер сложную модель с 500 коэффициентами строить на наборе из 100 примеров наверное ничего хорошего из этого не выйдет. Наверное можно попробовать придумать и другие критерии не основанные на собственном массиве данных а основанные на каких-то других соображениях какие тут могут быть соображения ну смотрите вот наш с вами любимый нормированный средний квадрат ошибки вот этот вот на тренировочном наборе training square terror мы уже как-то покрыли всяческими проклятиями за то что это критерий внутренний мы его можем отнормировать это конечно немножко облегчит дело потому что загоните его в какие-то рамки но он по-прежнему будет оставаться внутренним внутренние критерии чем плохо вот он у меня тут нарисован чем сложнее модель тем она точнее у меня внутренний критерий будет при усложнении модели все время убывать значит добавление или применение к тестовому набору меня сшибает вот эти самые универсальность этого критерия а по-другому никак нельзя можно давайте мы попробуем оштрафовать нашу модель за сложность мы же понимаем что чем больше слагаемых нашей модели тем вообще говоря хуже с большей вероятностью у нас модель будет переучена давайте мы к этому самому тренинг скувертер добавим штрафное слагаемое которое у нас будет ухудшать критерии в зависимости от количества коэффициентов вот здесь у нас какие в виде произведения входят главное вот количество коэффициентов модели у нас штраф будет пропорционален сложности модели то есть количество коэффициентов вот мы добавляем вот эту линейно растущую зависимость и когда я складываю вот эту монотонную убывающую с этой линейно растущей я получаю какую-то зависимость вот такую унемодальную имеющую где-то вот здесь минимум в том месте где у меня минимум я должен обрадоваться и сказать что вот ребят вот она у меня модель оптимальной сложности она у меня частично оштрафована за сложность поэтому дальше сложности не отрастает но наверное на что-то это дело надо нормировать понятно что количество коэффициентов модели нужно нормировать на количество примеров это в общем мы с вами из всего нашего предыдущего опыта усвоили что на самом деле все зависит не от абсолютного количества коэффициентов а от соотношения количества примеров и количества признаков а еще как можно показать математически здесь полезно нормировать умножать на дисперсию реального выхода для нашей с вами прогнозируемой переменной И тем не менее сюда обычно вот в этот критерий, который называется формально-математически, называется predicted squared error, здесь добавляют вот этот коэффициент критерия КК, который регулирует наклон вот этой прямой. То есть вы вручную можете слегка еще подстроить вот этот самый, ну понятно, прямая будет идти более круто или менее круто, в зависимости от этого у вас будет ездить минимум вот этой самой зависимости ПСЕ. Да, это ручная регулировка и если внимательный слушатель спросит, а где же здесь внешние дополнения, если я буду вот это ПСЕ, да, я вроде бы его использую, я говорю, что это уже у меня критерий не внутренний, а внешний, он уже больше не основан или не полностью основан на тех данных, на которых у меня обучалась модель. А где есть внешний критерий? А вот он внешний критерий в этом самом коэффициенте, который мне придется как-то поставить. Один, одна часть внешних критерий, это собственно сама идеология, на которой построена вот эта вот зависимость с минимумом, а вторая это конкретная реализация с учетом вот этого самого коэффициента критерия. Здесь можно прокомментировать и сказать, что ну у вас такая, знаете, какая-то оценка сложности модели, почему количество примеров только. А вот мне кажется, что модель Y равно X квадрат, она сложнее, чем модель Y равно X. А модель Y равно X1 умножить на X2 в квадрате сложнее, чем модель Y равно X1. Хотя у них количество коэффициентов и там, и там один коэффициент. Ну, наверное, вы будете правы. То есть вообще говоря, пожалуй, что степень полинома, которая входит в ваш вот этот вот самый для каждого слагаемого степень, в которой возводится аргумент, ее тоже надо использовать в качестве сложности. И мы попробовали чисто эмпирически воспользоваться вот таким критерием, который мы назвали full complexity predicted square terror, использовав в качестве критерия сложности не просто количество коэффициентов модели, а полную сложность модели, равную полному количеству операций сложения и умножения, необходимых для вычисления данного критерия. То есть Y равно X квадрат, Y равно X1 плюс X2, это модели равной сложности. И там, и там нужно проделать две операции, и нам в какой-то момент показалось, что это более-менее адекватная оценка, и проверяя разнообразные критерии на достаточно большом количестве разных задач, мы, в общем, пришли к выводу, что действительно вот такое эмпирически введенное правило, такая оценка полной сложности модели, зачастую работает более адекватно, чем вот этот вот predicted square terror. Занятно, что вообще, если опираться на и рассматривать историю развития метода группового учета аргументов, ну вот он назывался таким образом и использовался в значительной мере долго в Советском Союзе, и практически неизвестен был на Западе. Любопытно, что первая публикация Ивахненко в журнале I-Triple-I Transactions on Systems Man and Cybernetics выглядела следующим образом. Это шесть страниц формул математических мелким шрифтом, через которые продраться было практически невозможно ни одному читателю, и страницы комментариев главного редактора, где он на пальцах словами объяснял, значит, что собой представляет метод и как он устроен. Но это первая пионерская публикация, собственно, где вот этот вот метод был впервые заявлен миру. На самом деле, как мы с вами увидим, после этого достаточно долго все это дело развивалось, более активно развивалось, наверное, все-таки в Союзе, и есть некоторое количество книжек, я покажу вам, где их можно найти, которые повыходили в основном где-то в 80-х годах, когда пошло такое более активное развитие вот этого метода. Случайно ли это совпало по времени со второй волной интереса к нейронным сетям? Думаю, что не случайно. То есть вообще востребованность подобных методов, безусловно, в общем, это хотя и метод моделирования, но, безусловно, это тоже метод машинного обучения, но, наверное, отчасти она была связана и с востребованностью нейросетевых методов, которая к концу 80-х годов тоже стала очевидной. На Западе аналогичные методы под названием Abductive Induction развивались в основном с использованием вот таких вот однонаборных критериев, но вот эти вот критерии и ПСЕ, и ФЦПСЕ, и некоторые другие, сейчас я про них по два слова скажу, это критерии, которые основаны на одном единственном наборе данных, который мы бы назвали тренировочным, а внешние дополнения в них вносилось за счёт некоторых предположений, чисто математических, которые делались для того, чтобы получить формулу для соответствующего критерия. Вот эта часть, она оказалась более проработанным даже не на Западе, а в Японии, и здесь, наверное, таким интересной вехой стала книжка 1982 года под редакцией Ферлоу, в которой впервые попытались свести вместе советских математиков и японских, для того, чтобы добиться некоторого прорыва в развитии вот этих вот методов. После этого стало появляться гораздо больше публикаций, люди из, собственно, и сам Алексей Григорьевич, и его ребята научились гораздо лучше объяснять те замечательные математические методы, которые они придумали и развили, мы про зоопарк вот этих методов тоже немножко в конце нашей лекции сегодня скажем. Ну а вот, собственно, однонаборные вот эти критерии, критерии точности, потому что они обеспечивают близость прогноза модели к экспериментальным данным. Помимо, значит, вот PSE и основанных на нем, здесь нужно, наверное, упомянуть критерий минимальной длины описания, который, на самом деле, штука достаточно распространенная и довольно часто использовалась в машинном обучении, потому что проблема с ограничением сложности модели возникает, как вы понимаете, далеко не только в методе группового учета аргументов. И интересный критерий, который называется Generalized Cross Validation, что такое Cross Validation, перекрестная проверка, мы немножко с вами говорили в нашем курсе, когда у вас мало данных, вам зачастую для того, чтобы получить адекватное представление на небольшом наборе о том, что собой представляет ваша модель, приходится делить данные на тренировочные и эволюционные наборы или на тренировочные и эволюционные тестовые наборы большим количеством разных способов. И дальше вот все вот это вот множество однородных моделей, но которые просто построены на разных кусках данных, вы их усредняете и получаете такое вроде как чудо, потому что у вас получается модель, которая обучена на всем вроде массе ваших данных, но при этом тоже периодичной не является, потому что вы все-таки ее сложность постоянно контролировали на каких-то вот подмножествах всего вот этого множества данных. Вот этот подход называется Cross Validation, а критерий Generalized Cross Validation представляет собой математическую оценку того, что дал бы метод Cross Validation, если бы вы по очереди, по одному примеру из вашего набора выделяли бы в набор тестовый, и на нем бы все это дело тестировали. Замечу, что и здесь сохранился коэффициент критерия, который позволяет вот этот вот критерий чуть-чуть подправить в зависимости от конкретно решаемой задачи. Ну и есть интересный вариант, такой как Final Prediction Error, как видите, в нем отсутствует коэффициент критерия, и вы спросите, а где же здесь внешние дополнения, а внешние дополнения здесь в тех математических исходных предпосылках, которые были заданы при выработке вот этого самого критерия. Это некоторые дополнительные требования к тем массивам данных, которые используются. Сейчас я подробностей здесь даваться не буду, значит, кому интересно, можете попытаться в литературе это найти. Ну и для комплекта здесь мной приведен критерий, который в теории МГУА называется регулярность. На самом деле это не что иное, как нормированные среднекадратичные отклонения на тестовом наборе данных, то есть мы поделили все данные на наборы А и Б, а набор тренировочный, Б набор тестовый, и вот критерии регулярности, но тоже довольно своеобразные. Мы с вами выбор модели делаем, коэффициенты у модели выбираем на основе тренировочного набора, вот в каждом внутри, там в этом комбинаторном алгоритмике МГУА. А критерием для отбора конкретных моделей у нас служит вот этот вот самый второй тестовый набор данных. Иногда это приводит к тому, что без должного вот обеспечения очередного внешнего дополнения при наращивании рядов, вся вот эта конструкция у вас оказывается достаточно сильно переучена уже по вот этому самому тестовому набору. Отрастают очень сложные модели, которые показывают прекрасные результаты на наборе вот на этом тестовом, но уже не очень хорошие результаты показывают даже вот на этом наборе тренировочный, несмотря на то, что на нем подбирались коэффициенты. Это к вопросу опять-таки о важности внешнего дополнения. Ну и сюда же, наверное, вы скажете, а почему из КО, вот вы все Р квадрат, Р квадрат, а здесь как-нибудь Р квадрат можно использовать? Можно, вот вам критерий вариации прогноза, Д квадрат, который есть единица минус Р квадрат. Собственно, почему не сам Р квадрат, потому что здесь во многом удобно использовать все-таки критерии, которые отнормируемы так, что чем меньше, тем лучше. Р квадрат, вы знаете, чем ближе к единице, тем лучше, поэтому взяли единица минус Р квадрат, и вот этот критерий вариации прогноза, да, он вполне тоже себе используется для построения МГУА-модели. Наконец, интересный очень вариант, да, значит, ну вот, собственно, кросс-валидейшн, критерий перекрестного оценивания, это честная вот эта вот перекрестная проверка, в отличие от ЖЦВ, которая есть некая математическая оценка, вы можете по-честному проделать перекрестную проверку и посчитать, что будет давать модель средняя по всем вот этим вот слоям или фолдам блокам кросс-валидации перекрестной проверки и этим критерием пользоваться. Однако все это, это группа критериев, которые являются критериями точности, то есть обеспечивают близость прогноза модели к экспериментальным данным. Есть и другая группа критериев, которые правильно будет назвать критерии согласованности. Они используют следующее соображение, что если у вас модель правильная, то она у вас на разных блоках данных должна давать примерно сравнимый между собой результат. Ну иначе грош цена вашей представительности данных, да и вашей модели тоже. Значит она у вас переучена по какому-то конкретному набору, на котором вы работаете. Поэтому вот вам критерий несмещенности решений, когда вы строите модель А и модель Б на разных частях вашей зависимости и, например, требуете, чтобы у вас модель построенная на одной части набора хорошо работала на другой части набора и наоборот. Критерий несмещенности решений. При этом вы можете вообще говоря попытаться, ну как бы квинтэссенция этого критерия, это вариант, когда вы, опять же, на модели А подбираете коэффициенты, на модели Б требуете наличия малых погрешностей. Это в чистом виде несмещенности решений. И, собственно, вот эта вот идея о том, что у вас должна обеспечивать близость прогнозов модели при различных данных, оказалось, она может быть легко экстраполирована на критерии, которые называются критерии баланса, и которые уже, ну скажем так, используют априорную информацию, которая у вас есть о вашей задаче. Ну вот, например, критерий баланса переменных. Вы прогнозируете численность населения в какой-нибудь из областей Российской Федерации, и вот начинаете соображать, что, ага, вообще-то изменение численности населения, оно возникает благодаря четырем факторам. Население увеличивается за счет рождаемости и входной миграции, то есть за счет тех, кто приехал в данную область, и уменьшается за счет смертности и за счет выездной миграции, то есть за счет тех людей, которые уехали. И все это означает, что если у вас есть модели, которые позволяют моделировать количество родившихся, приехавших, умерших и уехавших, то должно выполняться вот такое соотношение, что ваша модель, которая прогнозирует изменение численности населения, она должна, вообще говоря, удовлетворять вот такому уравнению, ну или по меньшей мере разность между вот этими вот двумя, между вот этим дельтейн и вот этой суммой, она должна быть минимальной. Вот эта вот, минимизация этой разности, это есть баланс переменных при прогнозировании численности населения. Критерий баланса, совершенно понятно, что он интимнейшим образом завязан на саму решаемую задачу. То есть если все до сих пор рассмотренные критерии вообще совершенно спокойно зашивались в пакет машинного обучения общего назначения или в библиотеку на любом языке и передавались кому угодно, то, к сожалению, критерий баланса – это штучный товар, который вам придется реализовывать руками для каждой из конкретных решаемых вами задач. Но зато это та самая возможность чего-то априорной информации, про которую мы все время с вами говорим, что вот если есть возможность учесть, очень хорошо бы учесть, потому что это позволит вам резко продвинуться в качестве решения вашей задачи. Вот вам конкретный пример. Скользь здесь хотелось бы упомянуть баланс дискретизации и баланс прогнозов. Это, в общем, некие тоже другие реинкарнации тех же самых соображений, но если в балансе переменных мы говорим о том, что должны между собой быть взаимосвязаны, скажем, прогнозы переменных, которые по смыслу связаны к каким-то уравнению, то, скажем, баланс дискретизации может быть завязан на то, что вы, скажем, одни и те же переменные, но есть вообще такой способ просчета, когда вы ваши вещественные переменные превращаете в набор дискретных уровней и вообще вычисления ваши осуществляете по вот таким вот дискретным значениям переменных. У вас, в частности, например, если вы это делаете для выходной переменной, у вас задача регрессии превращается в задачу многоклассовой классификации с дополнительными ограничениями, и порой бывает так, что такая задача решается лучше, чем исходная задача регрессии. Вот при этом у вас должен соблюдаться, на самом деле, баланс дискретизации, то есть величина вот этого дискрета, с помощью которого вы обработаете ваши данные, она может быть разной. И те модели, которые получаются, МГУА-модели при разных величинах вот этого дискрета, они, вообще-то говоря, должны давать одинаковые результаты. Иначе, опять-таки, здесь что-то не так, и модель ваша, скорее всего, переучена. Аналогичным образом о балансе прогнозов можно говорить при следующем раскладе. Вы занимаетесь прогнозированием, допустим, у вас есть временной ряд какой-то, да, и вы прогнозируете значение этого временного ряда, который вас интересует, на один, два, три и четыре шага вперед. Вот значение прогноза на четыре шага вперед вы можете получить сразу, то есть вы ставите задачу прогнозирования, спрогнозируя мне модель, что у меня будет через четыре шага. А можете использовать модель, которая прогнозирует на один шаг вперед, и попытаться себя вытащить из болота за волосы. То есть прогнозировать на один шаг вперед с помощью этой модели, потом сказать, что теперь я эти данные знаю, подам их на вход той же самой модели и спрогнозирую на основе прогноза на один шаг, прогноз на два шага. Вот я четыре раза так сделал, получил прогноз на четыре шага вперед. Понятно, что в принципе у меня это будет такая трубка расходящаяся, потому что каждый прогноз у меня имеет погрешности, очевидно, при таком рекурсивном применении эта погрешность будет нарастать. Но тем не менее, если у меня прогнозы более-менее вменяемое количество шагов небольшое, то, в общем-то, баланс здесь тоже должен соблюдаться. И у меня результаты вот этого прогнозирования на несколько шагов сразу должны более-менее прилично совпадать с результатом вот такого пошагового прогнозирования. И вот такое совпадение, оно в свою очередь может тоже использоваться в качестве критерия баланса. Да, это достаточно сложно реализуемо, даже чисто программно. Это тоже вообще все критерии баланса, но очень сложно реализуемо с помощью каких-то подходов вообще назначения. Но они достаточно эффективны, если у вас есть определенная мотивация на то, чтобы попытаться здесь хорошие результаты получить, то это, в общем, одна из областей, где на такие результаты можно рассчитывать. Наконец, оказывается, что достаточно эффективным может быть сочетание критериев, например, сочетание критериев точности и критериев согласованности. Здесь можно рассматривать как комбинированные критерии, например, просто вот как здесь нарисовано, квадратично складывать разные критерии, так иногда и используется последовательность критериев, то есть поочередное применение на одном ряде у вас используется один критерий, на другом ряде используется другой критерий. Понятно, что при этом, правда, резко усложняются ваши критерии остановок. То есть вы вынуждены по вот этим вот две последовательности значения критерия, которые получаются на выходе очередного каждого слова, их поддерживать параллельно и из этого всего вместе извлекать тот минимум, который есть. Но, тем не менее, последовательность критериев, она тоже, оказывается, используется. Очень значительное количество примеров применения МГУА вы сможете найти в книгах группы Ивахненко. Но вот как бы расцвет, наверное, практического применения всё-таки он не ограничился 80-ми годами прошлого века. В общем, довольно значительное количество работ у группы было и в 90-е годы, и сейчас это всё-таки вышло в какие-то программные продукты общего назначения, я немножко о них в самом конце скажу. Так, значит, мы поговорили про критерии отбора. Вот всё-таки несколько слов ещё о зоопарке об обещанном. То есть, какие бывают алгоритмы методов группового учёта аргументов? Ну, я очень коротко, во-первых, уже поздно, во-вторых, ну, кому интересно, почитайте на сайте, который я вам покажу. Собственно, есть публикации самих авторов, и про каждый из этих вариантов можно достаточно подробно почитать. Мне просто хотелось бы, чтобы вы понимали, сколь многообразно вообще семейство вот этих алгоритмов и самого вот этого подхода. Из всего вот этого многообразия мы с вами рассмотрели только два варианта, комбинаторный алгоритм и многорядный итерационный. Это алгоритмы непрерывные, то есть для работы с непрерывными переменами, с вещественно-значными, и параметрические, то есть фактически алгоритм занимается тем, что оптимизирует определённый набор параметров, коэффициенты и конкретные функции, которые используются для построения модели. К этой же клеточке относятся следующие вещи, то, что называется объективный системный анализ. Мы говорили о варианте, когда с самого начала мы знаем, какие у нас признаки являются входными признаками, какие или какой является выходными признаками. Бывают ситуации, когда вы пытаетесь моделировать единую систему, и ничего не знаете о причинно-следственных связях, то есть какие у вас перемены являются независимыми, какие являются зависимыми. Вы моделируете ситуацию в экономике, будь то Российская Федерация в целом, или отдельный какой-то небольшой регион, и при этом у вас есть куча всяких критериев развития экономики, начиная от валового внутреннего продукта и кончая производством, там, я не знаю, колбасы на душу населения. Вот они как-то все эти измеренные экономистами показатели между собой взаимосвязаны. И да, наверное, у экономистов могут быть какие-то свои соображения по поводу того, что от чего зависит, но для моделирования системы в целом не худо бы, в общем, как-то объективно к этому отнестись. И вот то, что назвали объективный системный анализ, ну, не обязательно экономики, то же самое может какой-то, например, к управлению сложной установкой относиться обвешенным множеством приборов, каждый из которых дает, значит, вот свои показания состояния. Объективный системный анализ состоит в том, что вы разные переменные по очереди пытаетесь объявить зависимыми и смоделировать зависимость каждой из этих переменных от всех остальных. Зачастую это позволяет вам сделать вот некоторые объективные выводы о том, значит, все-таки кто действительно здесь, ну, не хочется произносить слова причины и следствия, но, по крайней мере, кто является независимыми переменами, а кто является зависимым хотя бы в определенных пределах. Гармонический вариант МГУА, ну, это фактически тот же самый комбинаторный, но не в полимеальном байсе, а в гармоническом байсе. И понятное дело, что это наиболее эффективно используется для работы с временными рядами. Мультипликативно-аддитивно это вот что такое. Вообще говоря, вы можете не знать все-таки о том, какие нелинейные преобразования надо на входе вот этой самой линейной регрессии задать. Ну, и опять же, не любые нелинейные функции у вас формируют подобающего качества базис. И поэтому, какие-то функции, например, если я взял заранее известный базис из положительных степеней разных ходных признаков, для того, чтобы, например, смоделировать функцию y равно 1 на x с помощью положительных степеней переменной x, но мне единственное, понимаете, что я могу здесь сделать, разложить эту функцию в ряд Taylor. То есть мне нужен будет бесконечный ряд вот этого самого МГУА для того, чтобы такую простенькую функцию смоделировать. А между тем, если бы я знал, что у меня такая функция, я бы мог сделать просто предобработку на входе всей моей системы, такую функцию сделать, как еще одну базисную функцию, единица на x, и получить решение за две итерации. Ну и, соответственно, в связи с этим зачастую на вход алгоритма ГУА в качестве дополнительных базисных функций подаются, например, вот эти вот обратные степени, либо какие-то заранее известные функции исходных ваших базисных перемен. Гармоническая дискретизация отличается от гармонического метода как раз тем, что, значит, вот вы еще используете дискретизацию либо входных, либо выходных, либо этих других признаков для решения вашей задачи. Теперь вот вторая половина, непараметрические методы. Это методы, которые не основаны на вот такой вот аппроксимации и подборе какого-то набора параметров. А скажем, это вещи, связанные с решением задачи кластеризации. Вот алгоритмы объективной компьютерной кластеризации, как раз, да, основаны на том, что они решают задачу кластеризации. Критерии кластеризации там иногда используются и общие, похожие на те, которые мы сегодня обсуждали в первой части лекции. Но в качестве дополнительных критериев могут быть использованы как раз критерии из порожденные методом группового учета аргументов. Например, вот объективная компьютерная кластеризация основана на том, что вы все ваши примеры разбиваете на пары, на вот такие вот диполи. И критерием правильности вашей кластеризации будет являться то, что структура кластеров, построенная на одних половинках диполей, должна совпадать со структурой кластеров, которая будет построена на других половинках диполей. Различие между этими двумя кластеризациями — это критерии, которые будут минимизироваться в ходе метода группового учета аргументов. Чуть более хитрым является мягкий алгоритм объективной компьютерной кластеризации, которая основана на построении вот таких вот кластеризующих деревьев, то есть вот что-то типа иерархии разнообразных кластеризаторов. Но в итоге, в конечном итоге, все-таки вы опять же все равно начинаете между собой балансировать слегка разные модели, и критерием качества построения вашей модели является хороший баланс. Наконец, метод аналогов из всего, что мы с вами, наверное, прошли, это больше всего напоминает нейронную сеть с общей регрессией, где мы, в общем-то, с вами строим ответ наш на основании аналогии с теми примерами, которые у нас уже попадались, взвешивая желаемые ответы для тех примеров, которые у нас с вами попадались. Здесь исходная идея та же самая, мы тоже находим в прошлом в обучающем наборе некоторые аналоги тех примеров, на которых нам надо сработать, но критерии, которые здесь используются, это критерии, пришедшие из МГУА. То есть это, опять-таки, критерии, основанные либо на балансировании наборов, либо на балансировании каких-то моделей между собой. Ну и есть некая экстраполяция, значит, вот этого непараметрического подхода, в том числе и на дискретные вещи, связано это в основном с построением моделей принятия решений. То, что мы сейчас бы сейчас с вами назвали, подробнее, опять же, рассказывать не буду. Однако, вот, наверное, самым интересным для нас с вами алгоритмом, который здесь нельзя просто не упомянуть, является то, что его создатели назвали дважды многорядный алгоритм МГУА с несколькими выходами, или нейросеть с активными нейронами. Вообще, попытки выставить МГУА как такой интересный вариант нейронной сети, они предпринимались неоднократно, как самими разработчиками этого метода, так и, скажем, нашими американскими коллегами, с которыми мы в 90-е годы активно сотрудничали. Мы писали для них программное обеспечение с методами машинного обучения, как раз в том числе и модуль МГУА мы по их заказу делали в свое время. Значит, вот, они тоже нам все объясняли, что клиенту проще объяснить, что МГУА это такой вид нейронной сети, а дальше работайте с ним так же, как вы работаете с нейронной сетью. И здесь, конечно, это все, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, МГУА все-таки обладает уникальными свойствами в плане того, что это алгоритм с обстроенным отбором. Собственно, и благодаря этому отбору он в состоянии не переучиться и в состоянии усваивать некоторые очень интересные и необычные закономерности. Ну, что у нас там осталось? Значит, все-таки давайте я вам про это расскажу. Если не вспомню, напомните, когда мы с вами будем говорить еще об отборе существенных признаков. Значит, МГУА, если коротко, то МГУА оказывается в состоянии отобрать признаки, которые несут в себе очень неочевидные корреляционные взаимосвязи с моделируемой переменной, которые вы никогда бы не отобрали никакими другими способами. Вот до использования, значит, астрологии для игры на бирже. Вот, оказывается, при всей, значит, ну, антинаучности подобного подхода, который нам с вами кажется, благодаря нейронной сети такими свойствами не обладает. МГУА оказывается в состоянии обнаружить некоторые корреляционные зависимости между поведением толпы, кое представляет собой большое количество игроков на бирже, и, ну, например, фазами Луны. Гораздо интереснее, если это оказывается не фаза Луны, а фаза Сатурна, которые, разумеется, причинно-следственными взаимосвязями обладать не могут, а вот корреляционными взаимосвязями с поведением людей оказывается обладать. Не буду здесь вдаваться в подробности, достаточно интересно. Но, тем не менее, вот аналогия МГУА и нейронных сетей, это отдельный вопрос, который многие очень часто задают. Значит, вот этот дважды многорядный алгоритм МГУА с несколькими выходами, который действительно похож на нейронную сеть, смотрите, это практически наш многорядный алгоритм, только мы параллельно строим несколько таких систем с разными выходами. И при этом на выходе каждого ряда, да, мы отбираем несколько своих моделей кандидатов, а вот на вход каждого следующего ряда мы подаем, помимо моделей кандидатов, пришедших с предыдущего ряда для этого выхода, и исходных переменных нашей задачи, мы еще и подаем отобранные модели кандидатов для всех остальных переменных. Подобно тому, как у нас нейронная сеть формирует композитные признаки на нейронах скрытых слоев, которые могут оказаться полезными не для одного конкретного выхода, а для всех сразу. И вообще говоря, не могут эти выходы сработать согласованно, таким образом, что выработают какие-то такие признаки, которые позволят одновременно хорошо решать задачу для нескольких выходов. Это как бы отдельный вопрос по поводу того, что лучше одна сеть с N-выходами или N-сетей с одним выходом каждым, и про это там еще немножко с вами поговорим в последующих лекциях. Но вот здесь эта штука, вот в этом плане, она очень сильно похоже оказывается на нейронную сеть, то есть вы тоже пытаетесь согласованно решать несколько задач по построению модели, и если оказывается, что у вас те переменные, которые вы пытаетесь смоделировать между собой взаимосвязаны, то у вас вот эта вещь оказывается работающая очень эффективно. В том числе и на уровне подходов, связанных с многорядным методом группового чата аргумента. Очень мощный вот этот вот алгоритм. Финиш. Приближаемся к финишу. Особенности метода группового чата аргумента. Дает аналитическую формулу, которую, естественно, вы можете поанализировать, попытаться какие-то выводы сделать по поводу ваших признаков, значимые, не незначимые. Позволяет отобрать наиболее существенные входы. Не требует априорного выбора конкретного множества опорных функций, требует семейства скорее. Вы ограничились полиномами и дальше поехали, или гармоническими функциями, или чем-то еще. Но в этом смысле это не требует априорного выбора. Здесь, наверное, и про нейронную сеть, можно сказать. А вот то, что может конструировать очень сложные модели без переучивания, но вот мы про это поговорили, это реально дорогого стоит. И это означает, что метод группового учета аргументов можно использовать и нужно в тех ситуациях, когда желателен анализ зависимости решения от входа, потому что это аналитическая зависимость. Когда необходимо определить входы, которые можно исключить, обращаю ваше внимание, что я сказал про существенность, отбирает наиболее существенные входы, на самом деле правильнее было бы сказать, что отбрасывает наименее существенные входы, потому что у вас на выходе каждого слоя есть энное количество моделей, и эти модели, каждый использует свое, вообще говоря, под множество исходных входных признаков вашей задачи. И в каких-то моделях одни признаки могут быть, а в какие-то нет. Но единственное, что вы можете сказать со всей определенностью, если какой-то из входных признаков у вас ни в одной из моделей кандидатов в самом последнем выходном слой не присутствует, это значит, что без этого признака точно можно обойтись, вы его смело можете выкинуть. Поэтому вы можете МГУА использовать как один из очень эффективных способов отбора, но не существенных, а именно малосущественных входных признаков. Ну и, наконец, если имеется априорное предположение характеризависимости, вы можете вот эти вот нелинейные функции дополнительно включить на вход МГУА, и это резко облегчает работу алгоритма. Недостатки. Относительно высокая вычислительная стоимость, все-таки, как вы не говорите, это метод переборный, со всеми теми оптимизациями, подпорками, про которые я сказал. В общем-то, он требует серьезных вычислительных мощностей. Он плохо применим для решения задач классификации, то есть, в принципе, будет немножко лучше, если вы в качестве критерия используете критерий, который будет вот эту вот классификацию саму по себе использовать в качестве классификации, там будут другие проблемы, связанные с дискретностью, собственно, вот этого критерия. Если вы будете, например, просто количество или там долю правильных решений по вашему набору данных, то вот эта вот дискретность, она тоже будет не очень хорошо работать. А если вы, значит, будете использовать критерии вещественно-значные, как это с нейронными сетями обычно делается, там Гоа вам может вместо единицы выдать на выходе 25, а вы хотите, чтобы он у вас нули единицы выдавал. Здесь регрессионная природа алгоритма, она в этом смысле может играть плохую роль, равно как, в общем-то, и вот такие ситуации, когда у вас данные рыхлые и недостаточно представительные, в этом плане, если у вас нейронная сеть, она все-таки, скорее всего, какую-то интерполяцию более-менее здесь разумную проделает, то Гоа, будучи алгоритмом чисто регрессионным, он здесь может, извините, усвистеть вообще говоря куда угодно, вот в этом промежутке, как полином там 25-й степени, когда вы им пытаетесь вот саппроксимировать какую-то вот такую вот зависимость по точкам. Литература. Значит, базовые вещи, про которые хотелось сказать, вот эта вот книжка 1982 года, половина первой книжки, это строгое, но достаточно доступное математическое изложение основ метода, вторая половина, это большое количество примеров его применения в самых разных областях. Дальше книжка 1985 года уже, значит, вот с коллегой из Германской Демократической Республики написана и гораздо более легко читаемая, чем исходная книжка, и немножко на большем количестве примеров здесь и на других примерах рассматривается. Это вот та монография 1984, я сказал, 1982, 1984 года под редакцией Ферлоу, где впервые попытались объединить усилия ученых из разных стран по алгоритму этого типа. Ну и, наверное, вот эта книжка 1994 года достаточно толстая, и где довольно подробно изложены, в общем, уже самые разные методы и семейства МГА. Что касается интернета, привлеку ваше внимание к сайту вот этому gmdh.net, это, собственно, сайт Киевский, вот, значит, той группы, которая была когда-то группой Ивахненко. Многие люди, к сожалению, там уже за последние, наверное, там лет 20 давным-давно разъехались на запад. Лет 10 назад группу возглавлял Вадим Семенович Степашко, один из ближайших соратников Алексея Григорьевича. Что там делается сейчас, к сожалению, не знаю. И, в общем, боюсь даже предполагать. Обращу внимание ваше вот на вот этот сайт gmdh.com. Наверное, это лучшая на сегодня программная реализация МГА в виде коммерческого продукта, который вы сможете найти. По косвенным признакам есть у меня довольно серьезные основания предполагать, что люди, которые сейчас работают в этой американской компании, это как раз люди, уехавшие из Киева, потому что уж слишком хорошо и подробно знают они те методы, которые здесь разработаны. Приличный очень программный продукт, можете посмотреть. Он сейчас достаточно сильно ушел в общем в сторону конкретных реализаций и затачивания под конкретные проблемы реального мира, но тем не менее, в общем, можете глянуть, там сейчас у них есть и бесплатная версия, с которой вполне можно поиграть с вашими задачками совершенно разнообразного происхождения. Значит, вот это сайт химической лаборатории, которая активно применяла полиномер Neural Networks для, значит, у них была онлайн реализация многорядного алгоритма МГА, сегодня мне с этим сайтом соединиться не удалось, поэтому не гарантирую, что он реально работает, но пакеты туда по крайней мере ходят. То есть, сайт жив, значит, то ли это временные сложности, то ли они перестали эту услугу предоставлять, на данный момент я не знаю. В списке литературы, разумеется, вся вот эта вот литература есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok